а вроде больше нечего запускать чуть-чуть но посмотрим мы не по говно билдить ли немножко чуть-чуть в прошлый раз родичи до получилось и в это что не получится потому что не получится так что давай к тебе дефолтных еще одного лорда за дарим тим ин каминг песик любишь песик и ты так ну с этими все понятно тебя волить так мне нужен 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 бард бабах хоббит сильная и с толстой жопой и наверно ловкая добрый вечер на вечер начинаются с 6 ниндзя феи Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, вообще без ниндзефеи. Не хотеть. Не хотеть ниндзефею. Точно хоббита? Да, точно. Па-па-па-па-па-па-па. Так. Ну, я хрен его знает. Баба с волосатыми ногами. Ну, почти, почти. Синтиквалет по округе гоняешь. Ну, пока гоняю, да. А что еще гонять? Еще вроде больше нет интересного. Так, значит, музыка, значит, наверное, ближний бой, значит, наверное, меч. Да. Дам ей меч. Клевый. Ну, потом еще щит еще, наверное. Хотя мне кажется, что потом все равно не будет времени, чтобы мечом и щитом особо пользоваться. Но это будет потом, когда-нибудь. Так, какого-нибудь покрасивее можно? Вот, да, вот это покрасивее, конечно. Ниндзя-барт. Даже дема любимая была. Вот, вот это вот. Точно. По-русски можно писать. Не знаю, когда происходит, но иногда получается. Конечно, милый. Кайф. Не хочешь киндом Камалур? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, спасибо. Как-нибудь без меня. Так. Значит. Барт. Что мне надо, чтобы Барт... Так, не, подожди. Барда мне как раз-таки сейчас не надо. Мне нужен, 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 нужен... А, следопыт мне нужен. Значит, следопыт. Значит, ну, наверное, мук. Ну, наверное, так. Сила, ловкость, подвижность. Так-то бы силу, но, конечно, прокачать. Ну, ладно. Волосатый мужик. Стрелковая разведка. Лук. Так. Давай я тебя. Ха. Не помню, вроде Баршал тоже был. Самый следопыт. Ладно. Ладно, ладно. Вот. Давай следопыта. Теперь еще одного лорда. Так. Теперь мага. Давай, наверное, Сталарис заруби, сломай систему, юзай стратегию и даже немного тактику. Как Сталарис? Вы о чем вообще? Черные полоски на экране, как у тебя? Нет, это в игре такая тема. Так. Да-да-да-да-да-да-да-да. Нет, никаких балдросгейтов не хочу. По крайней мере, пока. Не хотеть. Сбили с мысли. Хочу епископа. Да. Который будет суперслово-епископом. Фей, наверное, даже. Телочкой. Супер-медленный супер-епископ. Даже, наверное, с восприятием. Да. Да. Так. Значит, ментальный укол. Наверное, огнепых. Хотя даже огнепых не нужен. Это все потом и так покупается. Чего, заново? Да билд, говно. Да. Надо будет забудить потом кое-чего. Мне, короче, надо, чтобы псионика была меньше теологии. Да. Алхимию пораньше взять. Там есть хитрая система. Вот так. Ты подойдешь. Рим, крутая игрушка. Плюс Андерал, да... Ты Андерал? Зачем мне Андерал и прочее, прочее? Если я сколько раз допилю свою сборку по Скайриму и смогу поиграть в нее. Зачем мне играть в Андерал? Пойдет. Значит, посоветоваешь. Да если взять быстрый катан, я не хочу, надоели. Возьми Дрейк Шворд. Все с ним бегают. Все нубы с ним бегают. Да, заново начал. Гайды почитал. Чуть-чуть. Да не то, что гайды, просто папашек же не дождешься с мудрыми советами. К тому же не уверен, что это будет нормально. Где качество 720? Но, видимо, на отвече не дает мне качество сегодня. Слишком поздно запустил. Все качество разобрали. На Good Game или на YouTube, где там все есть. Та ж не я даю качество. Я же, блин, не могу сказать. Так, ты, значит, твич, значит, во всех качествах запускаешь. Значит, YouTube только в 144p, а Good Game, значит, только в 720p. Ну, я пускаю стандартный поток. Почему твич мне не дает иногда выбор качества, я не знаю. Это вопрос не ко мне. Я ничего не изменял. Из-за сюжета другой мир, другое ощущение. Ну, может быть, потом как-нибудь, да. Не знаю, фей. Не знаю, знаменитых фей. Так, и... Механика еще, наверное. Надо брать механика. Так, мне нужна... Ну, сила, наверное, нужна. Сила, восприятие, ловкость. Теоретически. Мозги не нужны. Потом, чтобы было хоть серебряный прямой мечер цели норм? Ну, норм, но такое себе, такое. 1080 на 60. Нет, там, имеется в виду, что хуже качества, видимо, нет. Типа, максимально это есть, а вот похуже. Еще и по замкам будешь главным. Современно не буду качать. Давай-ка механику. Будет потом один план. ГБ, надо фотку ГБ, надо еще заюзать как-нибудь. Вебку повыше поставить? Куда повыше-то? Там я буду... перекрывать что-нибудь. И так ее расширил относительно прошлого раза. Так, что делать? Сменить качество просто нельзя, хорошо. Да нет, можно сменить качество, просто сегодня не дает. Это, как ни странно, Аркен тут ни при чем. Внезапно. Самое сложное выбрать имя. Дженера. Дженера. Я знаю. Она даже похожа. Да, точно. Четупек. Ну вот как-то так. Все начиналось, как обычная работа. Такая же... Не, мы так... Только не посмотрим никогда эту заставку. Да-да-да-да-да-да-да-да. Хотел показать вам заставку, но, видимо, все-таки не судьба. Ну, а в окне запускается вообще, только в окне. А там чатик все перекрывает. Сложно, да? Сложно. Так, сейчас надо заново тогда все сделать и скипнуть заставку, как обычно. Так, ты. Ты. На. Ты. Значит, дальше. Главное, порядок еще сделать нормальный. Ты. Ты. Ииии... Так, подожди. Да. Блин, я из-за чатика не могу убрать этого чувака. Боже. Так, ладно, чатик пока убрать. Сейчас, секундочку. Уволен. Так, дайте подумать. Так. Ага, ага, ага. Механик. Тут нужен быть, должен будет, должен будет быть. Нет, тебя убрать. Тебя. Потом. Тебя и последнего дракона. Вот так. Все начин... Минус уши. Все. Теперь давай играть. Чатик, возвращайся. Я снова тебя люблю. Я скажу, чтобы наш путь домой был безопасен. Нам нужно собрать как можно больше запасов. Дорога обещает быть долгой. Что, долгая дорога? Я постараюсь, чтобы она была не слишком долгой. Я надеюсь, в игре всего одна заставка, а не придется больше скипать. Сложно. Так, ну вроде, вроде пошла мазуда. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Я вроде наконец-то запустил, да. Кое-как. Так, а теперь немного... Немного интересных вещей. Раздеваем собачку, раздеваем женщину. Полностью раздеваем. Так, и тебя раздеваем. Нет, не тебя. Тебя раздеваем. Так. Погоняем тебя нахрен. Нет, просто можно классы менять после начала игры. Крещевым собачку с женщиной? Не-не-не. Здравствуй, только серед. Здравствуй. Не показывай твои стримы в активных каналах. Не знаю, не знаю. Видимо, что-то там у тебя сломалось. Позаботятся мопцы. Ну, это так, конечно, попытаются сделать, но вряд ли не что-то получится. Значит, людоящер, ближний бой, ну, наверное, стрелковый бой и, наверное, древковое оружие всё-таки. Правда, нужно будет до города как-то добраться без древкового оружия. Знаю я одного рептилоида. Да. Да, у вас нет денег. Та, пусть будет голым. Но у меня есть и так снаряжение. Та-та-та-та-та-так. Прекрасно. Ты тоже пошла вон. Дайте мне ещё одного ледоящера. Всё в лицо, никаких мозгов. Ближний, стрелковый, древковая. Не, давай так. Там посмотрим, кто больше наубивал. Тоже похоже, кстати. Ничего личного. Овка. Да-да-да, нет денег. И что? Пусть будет голым. Просто дело всё в том, что у лордов снаряжение поинтереснее, чем у воинов. Щита, правда, нет. В этом небольшой минус. Так, и тебя тоже кикаем из пати. Уходи. Не любим тебя. Пати в дроиды забраковали. Ну, практически. Нет, просто хотел немного по-другому всё сделать. Вот теперь мне нужен парт. Хубиц. Хубиц. Жопа. Живучесть. Наверное, даже 55 интеллекта. Всё, остальное ловкость. Да. Как-то так. Ближний меч музыка. Так, тебя-тебя-тебя. По-русски опять уже не пишет, но что поделать. Конечно, милая. Да. А для неё снаряжение всего стоит 187. Но там людьми, главное. Ну, это не важно. Так будет чуть попроще. Да. Ну, вот как-то так. Так, боец... Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Иди сюда, епископ. Барт. Механик сюда. Начало огребать, конечно, придётся. Да, придётся огребать. Следопыт сюда. Готово! Даже можно опровать так. Готов. Готов. Я слушаю. И есть хорошо. Закравчено. Всё, можно играть. Так, крабов только не буду трогать. Привет, привет. Ещё раз. Я тут... Так, после предыдущего стрима решил перебрать игру в приступе ностальгии. Если будут какие-то вопросы о прокачке, спрашиваю. Один совет войнам уже на старте. Максимально в интеллект лучше вложиться. Нет, не хочу вкладываться в интеллект. Фея уже есть. Кто у нас? Фея нельзя? Нет, не будет фея нельзя. Будет епископом, да. Что-то здесь не так. Зная, что можно прокачать интеллект войнам. Фея-медра! А я попробую без мозгов. Вообще, там... Большие и малые аппашки рекомендуют... Большие и малые аппашки рекомендуют всем интеллект качать. Это не наш путь. Будем страдать от всяких мейн-контролей и прочего-прочего. Вот Барда надо хотя бы парочку уровней подержать, наверное, где-нибудь там за спиной. Очень хорошо. В крайней мере, поначалу. Дальше проще будет. Да, без мозгов как-то привычнее. Ну, типа... Интеллект, как правило, качают. Я же тебе взял хоть один спелл, а, фея? А, куда взял? Интеллект качает, чтобы быстрее навыки качались. Ближний бой и дальний бой, и всё такое. Плюс интеллект влияет на шанс попадания внезапно. Поэтому... Уж не знаю, кто-то придумал, что интеллект влияет на шанс попадания. В дубинке попасть, нужны мозги, понимаете? Где это вообще видано? Нет! Ура! Шел по-новой, старая пати вроде, нано прошла или ошибаюсь? Ну, я захотел этих, вон, людоящеров взять. Я вроде тогда механика не взял. А чё механика попробовать хапнуть ещё? Отлично. Проблема главная в том, что... С механиком... С механиком желательно знать, где чё лежит. На навык ближнего боя влияет. Я к тому, что он, типа, ускоряет прокачку ближнего боя. Ну, вон там для... Ящера. Типа, ближний бой зависит от восприятия интеллекта. Типа, чем выше соответствующие характеристики, тем быстрее будет прокачиваться этот навык в бою. Но он не даёт бонуса к ближнему бою. Он просто ускоряет прокачку этого самого навыка. То есть я буду качать его, соответственно, вручную. В то же время древкого оружия от силы и ловкости зависит. От силы и ловкости у меня будет много. То есть древкого оружия само по себе прокачается, а вот ближний бой будет качаться медленно. Супер медленно. Но плевать. Буду вручную раскачивать. Где-нибудь до 60-80 докачаю. Ну, плюс наверняка будут ситуации, когда мне моим людоящерам будут промывать мозги, и они начнут атаковать мою же пати. Но там как-нибудь. Как-нибудь справимся. Епископ должен затащить. Пойдётся, правда, иногда ещё уровня откладывать. Не брать воином уровне какое-то время. Смахизардов, бездородства, первая локи в храме. Так, сейчас там макс по... Перекучить. Тут можно вообще в первом храме докачаться. Таких-то заоблачных величин, если упороться. А, кстати, потише сделать, вроде громковатая, по крайней мере, мне. Хреновато, всё слышно. Ну, давайте, 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 убьём. Не забудьте... Смотрите. С еписком, главное, трабло. Смотрите. Супер медленно качается, но в то же время его можно неплохо так заобузить. Великолепно! Книжками там всякими и прочими-прочими. ГБ на нет, фаерболлы и... Секи в лицо, кто кидать будет. Пока не знаю, но будет фея кидать. У меня ещё всего, по идее, два телепорта будет на команду. Это быть гораздо лучше. Печально, конечно. Печально. Епископ супер медленно, пока раскачается там до фаерболов, уже они будут не нужны. Вот. Но епископ не нужен там для телепортов, для бафов, для всего, короче. Время драться! Собственно, если б не желание второго портала, я бы, наверное, и следопыта не брал. По идее, следопыт должен на каком-то уровне выучить портал. Если алхимию раскачивать. А так, да, без ГБ на. Я ж там два мага была, по-моему, вообще. Ранние фаерболы. Сидела. Тебе почти без фаерболов. Ну, у меня есть фея, которая будет себе в лицо плевать всем подряд. Так что... Я думаю, нормально. По крайней мере, поначалу должна часто себе в лицо кидать. Где таймер стрима? Да вот что-то решил вот раз не пилить. Муки, кошки, собаки. Кого взял? Мука взял. Следопыта. Кажется, мук, следопыт. Окей. У меня тут большие траблы. Очень большие траблы с этим самым... Дарова, дарова. Запись на YouTube. Да, я записываю, да. У меня будут очень большие траблы с Гришей. Просто забей, какие большие траблы. Потому что у меня магов нет, и мне... Пробивать его практически нечем будет. Все же будут мазать на Эксперта. Даже, возможно... Да, я специально не выбирал пошаговый. Ну, типа, тут чё. Нет особо пошагового боя сейчас не нужно. Мне нужен только всемогущий рандом. Подание не влияет, да? Интеллект становится критичен во второй половине игры. Воинам дело в том, что проще вложиться в начале, так противники слабее, меньшее количество здоровья. И, блин, садя, о, в лицо уже полетело. На, видите. ГБ на нет, но есть к тому... Есть, есть кому закидывать, в общем, себе в лицо. Но я к тому, что интеллект влияет именно... Нет, на шансы подания он влияет. Он в расчёте... В расчёте себе в лицо закинуло. Да, чтоб тебя просто... И причём именно на 5. Вот от 1 до 6 дамаг, и она закидывает себе на 5 в лицо. Сначала на 2, а потом на 5. Как же это круто. Короче, интеллект влияет на шансы подания. На шансы подания влияют интеллект, ловкость, подвижность и... Нет, подожди, интеллект, ловкость и восприятие. И подвижность, да. Интеллект, ловкость, восприятие и подвижность. Всё вместе они влияют на шансы подания. Тем же оружием ближнего боя. А так интеллект ускоряет прокачку именно навыка ближнего боя, но не... Конкретно оружие. Возьмёшь еписковым щитом пробивания. Но понятно, что возьму, просто нужно дотерпеть до города. Я хочу книжку купить, не хочу покупать. Не хочу за сплы и еписка побрать сейчас этот самый щит и... Ну щит, наверное, придётся взять. Но зачарованный клинок надо терпеть до города. Там купить книжку на халяву. Второй отходит. А я тут говнобелдым ещё. Ну как обычно. В общем-то, ничего нового. Всё, мил. Там можно сразу же прокачать силу и ловкость до потолка. А потом, не знаю, ловкость, подвижность и нормально должно раздавать. Главное, затерпеть начало. То есть вот у меня ближний бой будет, капец, как медленно качаться. Просто жутко медленно. Ну что поделать. Зато, по идее, древковое оружие должно качаться быстро, потому что сила и ловкость. Да. Ну и стрелковый бой. По идее, потом лук покачаю. Там тоже сила и ловкость. С гаджетиром должно быть нормально. С механиком. Видел, кстати, хоть там патч новый выкатили на пиларсов. Много чего поисправляли. Сказали, что... Так-то у нас сто. Механик, механик. Ну, типа восприятие, ловкость. Даже хрен его знает, ловкость ли. Ловкость ли. Вполне возможно, даже сила. Сила и восприятие. Потому что, я помню, тогда я не качал ей силу. И, соответственно, живучесть не качал. В итоге получилось так, что у меня нет энергии. И та эта хреновина, которая электрошокер, я даже и бахнуть этим электрошокером не мог, потому что она тут же проседала. К тому же сила повысит дамаг с ружья. Вот. Хотя вот насчет ружья не уверен. Ну, точно дамаг с лук увеличивается от прокачки сил. А вот увеличивается ли от прокачки силы урон с ружья механика. Есть. Папашка. Где там был папашка в чате? Здравствуйте, КГ. Что такое? Сила есть, ума не надо. Ну, типа того. Про пачпила. Занерфили весь шмот. Да, занерфили весь шмот. А при этом не занерфили барда призывателя вообще ни разу. Тоже увеличивается, да? Ну, тогда силу. Типа надо как бы силу и живучесть бы покачать. Тут вообще такая, знаете, два стула. Либо сила живучесть, чтобы стамина больше было, чтобы всякие инструменты использовать чаще. Либо восприятие силы, чтобы выпадать еще с пушки иногда. Механика сила на его оружие не влияет. Блин, тогда живучесть надо качать. Засада какая. На стрелковое влияет, да? Обидно. Ну ладно, тогда живучесть. Так, что так вроде одинаковое количество дается энергии. Можно, конечно, и ловкость, но, блин, я помню, когда без энергии два выстрела и все, вот, ключку. Кассовер они не понерфили. Шесть ружбек за один зал до сих пор в одно лицо убивают любого говоноида. Ну. Они сказали, что мы над путем проклятых еще работаем. Типа пока все в процессе. Только роман боеприпасов. Ну, тогда, тем более, живучесть и нормально. Всприятие живучесть. Типа попадать и, соответственно, какие-то инструменты взять. А ведь это просто безумие! Интеллект, ловкость. И его коврейшеству начисло. Шо, 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 где? А, Алекс, ноу. Спасибо тебе большое, Алекс. Вообще, кстати, мне жутко не нравится его ружье, этого механика, когда оно заслепляет. Это такое вообще, забей. Ну, вот поэтому я и думаю, что, как бы, самое оно. Все большое, Алекс. Давай замки и ловушки. И, ну, наверное, параллельно качать. Ловкость, подвижность. Всприятие, интеллект. Ну, наверное, так вот. Чтобы примерно на дам уровне было. Потому что оно, короче, ослепляет, и моба начинает разбегаться во всей карте. И это просто забей. За каждым из них бегать, это такое просто... Инициатива, ловкость попадания, сила на пробитие. Это что, напрямую влияет? Почти не влияет на шансы попадания, значительно влияет на очередность входа. Подвижность, инициатива. Ловкость попадания, сила на пробитие. Ну, та-та-та-та-та-та-та-та. Это я в курсе. Ну, Барду, типа, я потом сделаю его со счетовым мечом. Ну, тот же кровожатым, и выдам, типа... Ну, мне кажется, просто Барду потом не будет времени, да, чтобы размахивать мечом. Типа, постоянно инструменты будешь прожимать. Но в любом случае, сила и живучесть ему где-нибудь там сбоку стоять. Должно быть нормально. Дудеть в дудку и стоять где-то в стороне. Может, наверняка с мечом потом что-нибудь пораздает как-нибудь. А может, и не пораздает. Щит можно покачать еще. Я видел там на Барда кучу очень... Просто огромную кучу всяких шмоток есть уникальных. С бандитов выпадает. Я в том прохождении что-то как-то... Навыбивал плащ Проспера какую-то, шпагу на Барда. Короче, там столько всякого... Всяких ништяков именно на Барда. Поначалу, конечно, ватной жутко, но потом... Оружие, затем стрелковый или ближний бой. Мне какой-то папашка говорил, что выгоднее... Ну, примерно одинаково раскачивать. Ну, этого у следопыта точно типа выгоднее стрелкового боя. У него от стрелкового боя же его шанс ваншота зависит. Вот-вот у тебя, да. Ну, типа, докачай восприятие, буду и силу качать дальше. Да. Ну, типа, вот этого чувака, чем выше навык стрелкового боя, тем вроде там 1% за каждое 25 навыка стрелкового боя. Ну, шанс на ваншот. Который, правда, резистит совсем подряд, но это такое. Иногда будет шотить. В планах потом дать ему трёхствольные арбалеты и тоже этим ящерам выдать трёхствольные арбалеты. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Лицо будет в последней третьей игры. Ну вот, всё-таки на перспективу вложения. Короче, план такой. Дожить до больших навыков механика. В механике, собственно. Скрафтить эти самые трёхствольные арбалеты, выдать бойцам и следопыту. Стреливать. Там, по идее, навык должен неплохо прокачаться при этом. С тройного-то залпа. Вот. Ну, плюс копья. Некоторые мобы любят бегать. А с копьём и стрелковым оружием бегать не придётся. Епископ мне только не сильно нравится. Слишком медленный. Ну, чё поделать. Макс его один. А надо, чтобы костил всё. Механик тёлка, ты понимаешь, что это сразу руина? Да, блин. Если сейчас Ириня увидит то, что понаписал, она тебя сильно не взлюбит. Да я тебе этого не говорил. Жаль, нельзя поставить на автоказ с пылы ещё. Чтобы сам с пылы кидал постоянно. По крайней мере, точечная. Было бы удобненько. Так, ну всё. Полетела в лицо, да? Да, полетела в лицо. Мально. Как обычно. Сиренья до сиренья, но... Бабы не люди. Не согласен с тобой. Ну, они у меня не люди, они у меня хоббиты. Хоббиты не совсем люди. Давай, иди сюда. Иди сюда. С храма уже выйдете? Ну, не факт. Темнота. Ну, наверное, выйдем, на самом деле. Чё не выйти-то? Чё не выйти-то? Так. Ну, хоть тут всё понятно. Вот как бы... Ну, ладно, нет, ещё пока ничего не буду брать. Ещё пока ничего не буду брать. Буду жопить очки. Так, мне нужно... Талхемию бы побольше. И этого побольше. И вот этого. Что-то шапка на голове. Шапка. Смотрите. Какая шапка? Это свет. Если ты... Если ты про то, что там чё-то отсвечивает, то это солнце садится просто. Поэтому вот так вот всё выглядит. Ну, не переживай, она скоро сядет. Там ещё одна. Ещё один слизнёк. На. И есть. Тебя стрёмно, она сейчас себе в лицо закинет спел. Ну, нафиг. Вот, не закинула. Загадочные загадки. Ну, практически. Чёрная кожа тётки в ответ темнота говорит. Кстати, да. Хорошее замечание. Чубака он вообще не любит. Никого, кроме людей. Чё, фея такая бледная. Ну, какую давали. Какую давали, такую взял. За один час это быстро. Ну, проблема-то будет, я думаю, только с этим. Вон, да ё-моё. Как ты меня через ящик кусаешь. Я, конечно... Типа, фея вроде единственный маг, который более-менее регенит магию. В перспективе потом вообще особо не отдыхать. Ну, типа, бард, механик, они там могут без отдыха. Со своими барабанами и прочим-прочим. А фея вроде как сама там чуть-чуть подрегенит. Так что сильно долго сидеть не будем. Феи голы летают и слепят всех. Есть такое. А у меня монаха нет. Ну, там же есть всякие магические экраны и прочее-прочее. Ну, вот-вот, вот это вот всё. Смотрю. Тапочки. Тапочки, тапочки, тапочки. Главное, попадать по этим феям. Я слышал, что по ним сложно бывает попасть. Зило. Че, опять качество увели. Да, к сожалению, мистер Клин увели. Крущу вместе с тобой по этому поводу. Удивительно, что она себя в лицо не кидает. Прям супер круто. Шторы есть? Да, есть, но они... Так, короче, забейте. Сейчас уже сядет. Сейчас всё нормально будет. Восприятие до 100 и до 80 ловкости. Потом подвижность, сила до 70. Потом живущаяся, ловкость, сила поочередную. Собых проблем не было в прохождении. Ну, я не знаю, может, тоже ловкость докачаю до 80. В конце концов, перк на сотню ловкости для механика, ну, не очень нужный. Мне кажется, сила нужнее механику. Как всё-таки. Даже подвижность нужнее, наверное. Чем в 7080, потому что не у всех интернет хороший. Кого-то просто 1080 не тянет. Поэтому вот, переживает, что нет хуже качества. Ещё попадаем, кстати, нормально, в принципе. Так это самый зато себе в лицо на 4. Магия и слава, потому что у меня... Она не специалист в магии. Я не могу заряжать сильные СПЛ. Ну, точнее, могу заряжать, но, скорее всего, они в лицо прилетят и ваншотнут. Поэтому приходится слабенько откидываться. Приходится шляпой, видишь, слабой кидать. Всё потому, что епископ супер-супер-медленный. Да, вон, все уже прокачались, а епископ всё ещё слоу пучит. Так. Главное, короче, добраться до города. Дальше должно быть попроще. Так вот. Так, механик. Восприятие жопа. Так, механика, замки и... Современная. Барт, значит, сила жопа. Ближний меч. Музыка. Говорят, на норму ли можно вообще... Вижу, Тима новая. Да, так это фактически есть самый старт. Майл забрать не будешь? А, не знаю. Может, возьму, когда время с ним побегаю. Ну, типа, я, наверное, Ви точно возьму, потому что у неё ещё один портал потенциальный. Чем больше порталов, тем лучше. Правда, её докачать до портала нужно будет. Три портала, в принципе, я думаю, мне хватит. На игру. Механика тоже восприятие критичное, интеллект, сила не нужна вообще. Ну, блин, сила просто ему стамина бафает. Я просто помню, в прошлой игру, раз качал механику только восприятие и ловкость, и в итоге у меня было так мало стамина, что я даже этим электрошокером бахнуть один раз не мог. Ну, точнее, я бахал один раз электрошокером, а после этого она отрубалась. Было как-то грустно. Эхрома царясь, это хорошо. Ну, наверное, хорошо. Моя проблема с бардом-механиком в том, что я не знаю, где все инструменты валяются. Ладно, с бардом ещё попроще. Там инструмент нашёл и используешь, а механику нужно же ещё скрафтить этот самый... из чего-то. Из говна и палок сделать что-то. Дайте мне отличиться, слезняки. Механик, наверное, в середине и конце игры тоже не особенно стреляет со своей пушки. А в основном с этих самых инструментов вносит импакт основной. Ну, посмотрим. Возможно, искать тяжёлые механизмы, особенно в конце. Ну, вот, ближе. Я не думаю, что буду, короче, механику докачивать, наверное, Е. Ловкость до сотни. И без неё проживёт. Посмотрим. Ящерица на ноль делить умеет. Мы всех раздробим. Так, блин, ящерицы, я думаю, будут... Самыми полезными, на самом деле. Скорее всего. Скорее всего. Особенно, когда я там до города доберусь, купю им копья. Бафну их благословением. Ну, надо найти будку для барда, которая благословение вешает. И в городе купить зачарованный клинок, выдать им эти самые пики точёные. И вот тогда... Тогда они, по идее, должны будут нормально раздавать. Смысл за очень редким исключением. Ну, я там, этот... Папашки. Папашки рекомендуют... Брать практически всем один уровень вора и на первом... На первом уровне вора прокачивать 100 скрытностей и потом начинать играть. То есть на первом уровне вора качаешь на первом крабе сотню скрытностей, и потом меняешь класс, которым хочешь играть, и... И знаете, это как бы... Нормальная практика. Типа, в сообществе визриды считаются. Как я успел ловить. Чё, все это считают нормальным? Ну, типа... Заобудить первого краба, потом заобудить еда брызгов, которые на втором этаже там щит до сотни там, не знаю, скрытность до сотни докачать. И потом... Уж потом-то поиграем. Вот. Я не знаю, почему он любит темень. Так, опять себе в лицо полетело. Ну, естественно, случается. Но ты не ваншотнишь себя, по крайней мере, первым с полом это. Это радует, там не больше шести дамага. А так-то с магами, конечно, проще, с наобычными тут. Сразу пил-пил, вот этими флюхами по 20. Так, чубака. Смотрите, какая подвижность. Ну, до 80, наверное, да, ловкость. До 80, потом можно и силу покачать с подвижностью и восприятием. С таким абузом скучно играть. Ну, догадываюсь. Но почему-то все считают, что это нормально там. С июнем вас всех, к слову, и началом лета. Кстати, да. По пиларсам с выходом первого ДЛС стоит перепрохождение. Ждать или потом? Залпом все три? Все, большой агреди баг. Большой отец за поддержку. Скорее всего, как DLC не первые выпустят. Они там, наверное, и допилят таки эту самую сложность. Ну, вот ту самую, которая... Путь прохождения до нормального состояния. Там-то уже и поиграем. Я думаю, что с первым DLC я, наверное, перепройду, да. Скорее всего, перепройду. Увлекательный стрим с прокачкой соответствовал бы названию на все 100. Да. Сейчас на второй этаж поднимемся, будем на едобрызгах тоже сидеть там. Там, говорят, 4-5 часов реального времени сидишь, короче, качаешь, а потом все, потом начинаешь играть. Чего бы и нет. Нормальная тема. Смотрите. Вот, поэтому, типа, один уровень вора берут, скачают на сотню скрытностей, после этого меняют классы, и сотни скрытностей всеми классами уже идут. Да, я понял, что это была ирония. У меня тоже была ирония, если что. Это нормально. Темнота. Темнота. Друг молодежи. Так, надо барда накачивать, чтобы его меньше по лицу били. Можно больше ему армоку... О, кстати, щит дали. И пропустил момент, когда дали щит. Это хорошо. Че мне там по формации-то? Нормально. Нормально стоим. Так, тапки. Козырные тапки. Тоже барда, кстати. Блин, даже ботинки никому отдать. Ол. Передальше демонические души. Да, я параллельно там сборку допиливаю на Скайрим свое. Надо будет с нее еще доиграть. И такие души надо будет, да, допройти. Да, допройти. Так, механик. Мастер. По замкам. Вообще шанс 20%, как бы. Держу в курсе. Ох. Дай только не себе в лицо. Делай что хочешь, только не себе в лицо. Зато мы, наверное, такую прокачку одобрили папашки. Которые много всего повидали уже в везде. Можно, конечно, воинам берсерка подрубить, но они попадать перестанут вообще. По крайней мере, мне кажется, да. Какого-нибудь зачарованного клинка. Берсерки взять такое себе. Пока нет бафа на точность. Но уж там-то заживем. Че, где? Кого-то увидел. А, малыши-карандаши. И есть. И есть. Аджи-карандаши. 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 Да. Ну, там бомбами можно будет потом откидываться. Конечно. Еще можно драконов понабирать, которые пыхают кислотой поначалу. Тяжко, да? Ну, что поделать. У нас есть людоящеры, в конце концов. Не сдаемся. Вот, как-то отбились же. Но серебряная рука, очевидно. Зато милишники качаются без фаерболов. Кинжал, там двойное оружие. Да-да-да, все, что мне не нужно. Современное. Так. Так. Как раз вовремя. Вот. Большой выбор. Чего взять? Ну, это типа все можно купить. Шарм, террор, сведущий ока. Благословение, лечение, рана, клинок, магические стрелы. Это все продается на халяву практически. Поэтому, блин, вот, хотелось бы взять зачарованный клинок, было бы проще допройти храм, но... Надо зажопить. Надо зажопить. Ну, вот, щит от стрел, наверное, тоже стоит взять. Его тоже вроде можно купить. Вот. Блин. Без него будет сейчас совсем грустно. Потому что щит от стрелы возьму, а зачарованный клинок пока еще зажоплю до города. Зачарованный клинок в городе продается. Тратить скиллпоинт сейчас бы на него вообще не хочется. Вот вообще не хочется. Кто б только знал. Да, будет тяжко без клинка. А мы победим, я верю в нас. Дойду до города, куплю книжку с клинком. Так, волшебство. Алхимия. Псионику, кстати, можно будет до сотни прокачать прямо в городе. Прямо, не сходя с места. Держу в курсе, как бы. В чем там интересно, можно либо псионику прокачать до ста, либо теологию прокачать до ста. Тогда нужно... Сил нужно в 100 минимум, 80 ловкости, 70 подвижности. Интеллект восприятия до 80 хотя бы. Ни хрена себе. То есть интеллект восприятия до 80, а потом еще силу до 100 и 80 ловкости. Я потом барабан и ускорение возьму, и у него будет пора так хотя бы. К тому же это будет все уже ближе к концу игру, он будет с руки размахивать. Вот. А к тому времени там подкачаются статы. Пока мне бы в первую очередь, чтобы он на инструменте играл почаще. И лицом поторговал чуть-чуть. Потому что если никого не возьмут, то у меня некому прикрывать сторону. Барт хотя бы будет жирный. И со щитом. Такие дела. Крепко заперто. Скиллов уэпийского по канону до 14 уровня драдить не будешь. Ну, не до 14, но не знаю. Там просто... Прямо же в первом городе, учитывая... Учитывая то, что прямо в первом городе можно купить кучу книжек. Как-то... Так, не хочется тратить их. Просто капец. Ну, мне плач выпадал. Плач Проспера с бандитом плюс 2 с интеллекта. Достаточно много. Правда, бонусный интеллект не учитывается при поднятии... При улучшении навыков, точнее. Так что такое... Сейчас будет первая большая траблахти, подожди. Надо немного построения поменять, иначе меня крапчат. Развоплотит. Так, пойдем. Вот из этих вот ублюдков... Жалко набрать копья. Так, что у них клешни длинные. Здравствуй, Хэри. Добрый вечер, добрый вечер. Трекари, да тут... Да, тут пока деду ящера в основном будут тащить-то. Епископ еще долго будет качаться. Этот механик тоже еще долго будет бесполезен. Ну, бар там дудку свою скоро найдет с дамагом хотя бы, что-то будет делать. Следопыт тоже поначалу довольно бесполезен. В течение мыслей псионику. Открыванием замков алхимию для мага. В теологии, если она будет дольше псионики. Ну, кстати, да, там же чтение мыслей чисто для этого. Я просто тогда с шармом случайно теологию себе прокачал, а после этого не мог псионику вкачать. А так, да, типа телепатия же чисто псионику вкачает. Телепатия качает псионику, а шарм будет качать теологию. Не, подожди, 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 подожди. Шарм качает и теологию, и псионику, в зависимости от того, что выше прокачано. То есть нужно просто чтение мыслей взять, а потом уже качать теологию или псионику. Короче, сложно. Сложно. Я так вот и заруинил тогда. Залипал, залипал, когда зелья варил. Читал, читал эти самые. Ну, шармил, шармил. Не писи, у меня бах там. Псионика под 90, а теология под 7. А у другого, у меня 2 епископа там было, и у одного, короче, теология там под 72, а у второго псионика. И как-то грустновато получилось. Блин, еще во сне меня подловили. Тут и без папских советов, но я уже сам немного шарю. Сила нужна для пробития. Но там же не совсем пробитие. Если уж быть откровенным. Там шанс того. Там повышается шанс того, что ты пробьешь. Давай-ка сбахаем что-нибудь. Много мелкой вот этой дрени, конечно, неприятно. Не, я понимаю, что для бонусного навыка. Просто бонусный навык-то он... Клевый, конечно. Православный фаербол. Ну, так он докачается постепенно там. На пятом уровне, по идее, появится фаербол. Теологию больше, чем псионику. И шарм ее качнить. Затем чтение мыслей псионику. Ну, вот если так только сделать. То есть, именно... А, я не мог прокачать псионику, потому что не мог купить себе этот самый, скажи. Не мог купить себе чтение мыслей, потому что у меня, соответственно, была слабо прокачена псионика. Вот. То есть, я шармом докачал теологию, а псионику не мог прокачать, потому что у меня не было ничего, чтобы качал именно псионику. Вот. А так, да, можно будет сейчас вывести теологию чуть выше и шармом качнуть ее. А там всякие вызовы элементарий, массовые силы и прочее, прочее. Ну, все, что нужно, короче. Всякие зачарованные клинки. Ну, я в любом случае докачаю до самой силы-то. Дай мне отличиться. Не трожьте. Хотя, по идее, тем самым ментальным уколом может там чуть-чуть прокачивать. Совсем чуть-чуть. И для чего это ситролумная вещница? Ловушка! Да, ловушечная ловушка. Землю качать легко, тем самым, да. С взломом замков. Еще святым сапером вроде что-то качать легко, но я не помню, что именно. Что-то как-то легко получилось. Подозрительно. Механик! А вы говорите, у бабы руки из жопы. А она вон. Замок скрыла. Замок скрыла. Грегор мне сейчас напихает. Песенок немытых. Таких больших и немытых. Здесь кто-то есть. Вижу стаю. Есть, конечно, острота, чтобы притащить Грегора сюда, к этому крысу. Так, крысу напихает. Сплинтер, блин. А если все будет совсем плохо, то... Ладно. Придется тащить, в общем. Если не смогу его забороть. Так. По хлебалушке. По идее, бомба может заменить фаербол в какой-то степени. Правда, у меня артефактами никто вроде особо пользоваться не умеет. Чтобы ее опознать. Еще будет спыл опознания, который тоже вроде псевнику качает, или теологию. 5G-70 того, что круче прокачано. Да-да-да-да-да. Странствующий торговец. Монастырь. Да. Давайте еще раз послушаем, что они говорят. К тому же, звучка-то нормальная. Не, не был. 30 очков. Но требования складываются из главной магии. И одной из... 10-ой от школы. То есть, если бы все, не К-25, а магия разума 50, а тебе хватит очков. Ага. Магия разума будет качаться от того, что я прокачиваю шарм. Ну, типа, шарм будуязать, и будет качаться магия разума, и при этом теология. Понял тебя. Хайгарди. Точно спринтер. Как ты? Этли. Ну, ходят слухи, что ты. Три. Фак ты, Спилберг. Это не слишком верно. Да. Профит есть, да. Истинно, это взрослый заанн. Вот я, наверное, буду все ему продавать. Там говорят, чем больше засираешь инвентарь торговцев, тем меньше шанс того, что, собственно, он что-то новое выкатит. Желательно сильно не засирать. Кстати, щит можно фее отдать. Точно. И шет, кстати, можно фее отдать. Да. Прощай, полезная штука в хозяйстве. Маньгуш, маньгуш, больше не нужен. Так, сандали. Штаны и короткий меч. Ку, кстати, копье. А когда я копье успел подобрать? Нормально. Так, короткий лук. Короткий лук, короткий лук. Но там тоже можно выдать. Прощай, болты, саку, наербаха. Можно уже, кстати, обузить. У меня же 15 алхимии прокачано. Ну, противоядие хотелось бы продать, но оно сейчас пригодится. Так, смотри. Смотри, смотри. Если я все правильно... Мне нужно зелье знахарки. У меня их, так правда, есть уже пачка. Зелье лекаря. Все деньги. Да, чуть не хватает. Типа, зелье лекаря при помощи феечки. Можно смешать. Зельем знахарки. Правда, проблема в том, что я, блин, опознать не смогу. Вот фак. Пока не смогу опознать, не смогу продать. Нормально. Ладно. Не побудите. Дай мне болтов тогда. Камней. Чуть-чуть. Эта хрень не слишком дорого стоит. Болты. Камни. Может, стрел еще немного. План был хорош, да? План был реально хорош. Так. А что-то пошло не так. Во-первых, Чубаке дадим арбалет. Вместо лука он не сильно хуже. Так, это раз. Во-вторых, можно ящерам там луки повыдавать. Они, правда, еще долго стрелять с них не смогут. Тебе можно уже копье выдать. Где оно там не завалялось? Этот хрен вроде не продает копья. Копье, конечно, хреноватое. Но, тем не менее, навык будет уже качаться. Смешиванием зелий-то лучше качать по одному за раз, а не по пять. Да, я в курсе, да. Просто эти самые стартовые зелья, вот эти вот... Кстати, опозналась, лол. Все-таки опозналась. Стартовые зелья вообще не качают алхимию. Там нормально вроде прокачка пойдет, только когда я докачаю ее до... Не знаю, там... Даже лучше, наверное, прощудать с камнями, чем... Тебе тоже прощу с камнями. Просто у воина есть встроенный шанс оглушения. Вот. На проще тоже есть шанс оглушения. Познавать еще все, да. Ну, там вообще как бы покупаешь зелья, знахарки, зелья, лекари. Смешиваешь, получаешь зелья целителя. Еще каждое зелье можно опознать. И в итоге там прокачиваешь алхимию, прокачиваешь магию разума. Там с полом опознаешь и все такое. Все это очень весело, увлекательно, прям как в Моровинде или в Скайриме. Знаете-ка, мешаешь там, делаешь. Крафтишь миллиард кинжалов, так вот и здесь примерно то же самое. Вообще типа по такому же принципу работает. Так, у него механик-то есть, чем стрелять? Да вроде есть. А, ты же феи-епископ, тебе нельзя щит давать. Блин, обычный епископ щит таскает. А фея не таскает, но можно палку дать, чтобы она сзади била иногда. При случае, по башке. Почему бы и нет. Так, ну давай хотя бы зелье не знаю этого самого лекаря. Может быть он мне поможет. Ну, опознавай, кто-нибудь. Те тоже одно. Попробую лицом задороговать. Этого самого Грегора. Ну, скорее всего, он мне напихает без благословения, без клинка зачарованного. Запарализует, заплюет говнищем и все. На этом мой поход закончится. Так, тогда пока не надо. Так. Можно опроводь его отсюда, затащить. К сплинтеру. Будет сделано. Тут уже щита. Стрел пригодится. Так, вот. Без вазелина. Да, да, да. Камнями стреляет. Она всем подряд стреляет. О, кстати. Пачка мышей. Судно, помято, без цирков. Она постепенно прокачивается у этого, у механика, пушка его. То есть поначалу только камнями стреляет. Потом начнет стрелять всем подряд, еще кучу всякого говна стакать. Там, отравление, оглушение, кровотечение, не знаю. Че только не стакать, короче. Такой а-то с этой пушкой начнет твориться со временем. Он сам ее прокачивает, типа, постепенно. Драпира, правда, пока выйдет, поинтереснее. Тоже, конечно, берса подрубить в копье. Не буду. Копье-то хреновое. Ну, по десятке уже выбивают. Кстати, как раз, как раз прокачались перед Грегором. Очень удачно. Так, ну че, буквально остался еще один-два уровня, для того, чтобы живучесть была под 100. Буквально чуть-чуть. Там уже можно будет ловкость закачивать. Если ты смелый, ловкий, умелый, джунглит тебя зовут. Так, механик. Готово! Механик. Подожди, подожди. Давай живучесть. Скоро будешь шокером жарить. Сива жопа. Так, музыка. Меч. Ближний. Нормас. Ну, а теперь время отхватить от Гриши. Это не отхватить. Давай раз на раз. Как мужики. Там вроде этого у следопыта еще нет шанса шотнуть. 25 нужно минимум стрелкового обоя, чтобы был шанс вроде шотнуть. Так, ну сразу пара лич, конечно же. Просто, просто бей. Попадать еще буду раз в год. Естественно, десяточка. Давай поспамим, может быть. Там-то я магами просто его заспамил. С пылами. С пылуты не промахиваются. В отличие от... ...милишников. Отлично. Паралич. Ну, есть шанс на оглушение. Танцует, ты его обижаешь. Да ты смотри, как он танцует. Хорь. Паукан самая главная проблема вообще для всех поначалу. То есть именно он больше всего трофлов доставляет. Все остальные файты довольно простые. Поэтому его часто обузят. У него же 120 хп. 120. 120. Еще там ед на миллион дамага у него. А у меня епископ, скорее всего, в лицо ударит, чем... Так, подожди. Давай-ка... Давай бахнем зелья одно. Бахнул. Бахнул, проверяй. Ладно, не пошло. Че-то не пошло, пацаны. Че-то не пошло. Если сильно танцую, еще и б так же делаешь. У вас много общего. Тебя не Гриша зовут, хоть случайно? Так, к слову. У воинов есть шанс его оглушить. Вот, неплохо на 12 попал. Но это ж только шанс. Правильно? Билд говно. Да не билд говно, просто... Паралич сразу на бойца опять. Поиграно. Практически. Маг у меня гагно пока что. Да, я не знаю. Могу вроде берса подрубить, но... Прям совсем хайролить. Если будет попадать, то победим. Я ж не брал тот самый клинок зачарованный. Шансы есть, как говорится. Но их не очень много. Сюда с параличом моего... Одного из моих основных дамагеров. И за фейленом с полом мага. Ну хотя бы раз, попади. Хотя бы раз, Чикаго. Ну. На двадцатку, на тридцатку. Даже полечить его не могу. А-а-а, извините. Испл в лицо еще летит. Макси я в лицо стреляю, там паралич. Кайф. Падла. Падла. Можно, конечно, качнуться еще на один уровень. Блин. Иди сюда. Может, заобудить его. Расход. Так. А кого хрен ты вообще сейчас походил, кстати? Песни, мы дай. Чего он походил дважды? Песни. Песни. Причем он... Если три хода от него убегать, он начнет отступать. Это вообще вроде механика всех мобов здесь. То есть нельзя три хода под... Ну, нельзя постоянно бежать, но... Нужно лицо ему подставить. По-моему, ему нужно будет сейчас с ним пофайтиться. Аж бы он меня задамажил. Хотя бы разок. Все. Все. Хватит. Кажись, мне только что еще три хода появилось. Только не убивай, только не убивай, только не убивай. Там парличи всякие вот этого, давай, без этого вот. Стамина у всех по нулям. Давай, сплинта. Работай. Ну ладно тебе. Да, отдохнуть. Не бей ты меня-то, подла. Успеешь ли ты выпить бутылку? Ты что, не видишь? Мне очень плохо. Так, успел. Окей. Да, я ломаю его. Он хочет моей кровушки все-таки. Гриша, ну ёб твою мать, Гриша. Я что-то подхватила. Да, спать. А будь сделана. Мне стало намного лучше. Что ж ты, падла-то такая, а? Григорий. Крыса, а ты что перестал бить? Алло. Так куда ты побежал, Алёшенька? Боже. Все плохо. Это вообще не лучше ни разу. Давай иди, бей. Бас. Смотри-ка, оглушился. Может быть мы его даже... Чепухнем. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а лет и сплинтер чуть не зафокапил всю катку реально крыса поступила как крыса просто ну кто так делает где вроде выживаю на валях кстати выжил уже чтобы разбираться с пауком да да а чё я не могу ничего с нему делать потому что я зажопил с пылы у мага зажопил с пылы у мага и и сама у меня маг еще ничего не делает кроме того что себе в лицо кидают с пылы приходится и извращаться но ничего дальше 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 нормально по идее дальше должно быть проще а крыса она есть крыса что говорить так нас вроде ништяки всякие валяются да кстати это повезло это крутая броня ну но того же барда тут повезло лордов за данжен лорд играл тут просто яд так кольцо кольцо хорошо кольцо это скорее всего кольцо защиты к бабке не ходи да ну у меня бар почти супер бронированный так что его редко будут бить везде а рандомчик так арбалет но арбалет пойдет кстати вот кнут он же вроде бы до кнут он же типа через клетку джебошит ну типа как копьёт в смысле как этот как пика точеная только коучи его можно вязать епископу интересно фея может с кнутом бегать кайф фея которая боже это же идеально будет при случае маленькая летающая фея с кнутом стягать там всех жаль у нее щит нельзя взять так было бы вообще чутенько с кнутом кстати он еще инициативы добавляет что круто добрый вечер да даже наверное самая главная фишка в том что именно инициативы добавляет какой трай по счету ну я на стриме там один трай сделал это вот второй да откуда вы повылазили уже крёбаные тараканы ешь буквально на секунду только глаз прикрыл блин серьезно вроде похититься можно один раз в этой воде только присел значит только присел тут на тебе так вот сейчас у меня мои ящеры по идее могут поубивать всех но не по идее фея умеет умеет изгонять андедов как любой жрец может ее парализовать по идее а кстати да сработало но тогда это изи катка изгнание нежити епископа тащит чубака прокачался спреть и ловкость так чубаки появился шанс ваншотнуть держу в курсе теперь есть один процент на то что он убьет кого-то с выстрела это ли не счастье ну а так вообще неплохо кстати заехала в плане шмоток мне будут павуканы сношать да павуканы с параличами заметила какое-то животное ладно серьезно давай пробу хотя бы парочку из них усыпить только не по себе неверная корт промахнулась зарядить свою пушку и не ударить прикладом но типа того на самом деле там даже меньше 1% там типа есть 1% на то что будет ваншот и при этом еще у моба есть шанс избежать этого ваншота то есть 1% на то что вообще прокнет критический удар а у моба может быть еще 95% того что он не пройдет можете сами посчитать вероятность того что ваншот таки случится но конечно не у всех мобов такой высокий шанс там от разницы в уровнях зависит тем не менее электромагом не хочу электромагов хочу конечно но нет но не сильно людоящеров хватает блин озвучка кстати кнута прикольная когда она им стигает но вроде ваншотом по себе нельзя попасть нужно прям очень очень постараться ну давайте давайте будем попадать на целый дамаг ну типа по спящему дал личный дэмэдж го в скайрим да у плютки крутой звук мне нравится надо допилить сборку чтобы отправляться скайрим там есть пока свои нюансы в процессе в процессе допила как обмазывают лавы лапами так уже в следующем уровне будет жопа 100 просто жопа 100 там же по идее через четыре уровня будет и сила уже думать что дальше прокачивать и с другой стороны ничего не качать все равно бил то говно так восприятие жопа механика замки современная а у тебя еще не скоро будет жопа крепкая зато уже 143 стамины блин надо бы щит покачать ну ладно сам покачается как-нибудь феечка же еще еще же феечка так значит столько всего столько всего шо взять а ничего не брать паралич тоже вроде можно будет купить да паралич вообще по-моему не работал ни разу на по крайней мере на высокой сложности меня паралич не проквал ни разу как и заморозка там массовая тоже по-моему ни разу не проквал вообще интересно эксперты вообще такие сплы в принципе хрен когда прокнут так ну тут тоже ничего брать не буду буду жопить дальше буду жопить скиллы трилогию масс эффекта пройти ну как-нибудь можно будет позалипать да поупарваться то точно волшебство там по идее фаербол подвезут постепенно точно алхимия вот надо псионику до 20 получается да на теологию чуть повыше теологию чуть повыше чтобы тогда получается прокачать теологию на шарме потом до 20 довести псионику по 20 200 псионику купить спел на чтение мыслей уже псионику докачать до андроведа не добрался ты знаешь сколько людей до нее не добралось не сильно они об этом переживают надо заметить получается как-то так как говорится не ты первой не ты последний магия воздуха до одного прокачалась и феечка тащит аж до целого одного тук-тук дайте пожалуйста ключик спасибо так на днища я не хочу делать на дни нечего я проверял типа тут еще тараканов можно побить как-нибудь жопой главное стать в угол цепляй можно вторым с полом побагать уже 2 вроде не сильно мажет по троим да ладно а а повторяй главное не себе в лицо с другой стороны даже себе в лицо закинет а уже не убьет себя по крайней мере не должна но еще давай так Так. Дайте по одному. Нормально. Нормально. Работаем. Дракона взял. Опять лицом по клаве катаешься. Драконов? Где ты дракона-то увидел? Ящер. Рептилоид. Няких драконов. Только ящеры. Только безмозглость. Тотальная. Так. Что-то... А, да. Вспомнил. Вспомнил, что надо было сделать. Драконов чуть больше мозгов. Это нам не подходит. Совершенно. Я считаю. Дай его сюда. Да. Закинул, блин. Так. А ключик, да? Можно, можно ключик. Где он там был? Почему, блин, мышка, колесико не работает? Кого-то в стэша. Кого-то в стэша. Кого-то в стэша. Так. Воскрешали эти. И пилот раз у них дракона. Так что почти. Ну... Он не дышит как дракон. Пасхалкина спил призово тапка. Надо свою игру разработать. Ну, кстати, в этом фоллауте... В Нью-Вегасе или просто в третьем фоллауте вроде... А, не подожди, в втором фоллауте. Хотя бы есть ачивка. Человек-тапок. Когда насекомых убиваешь. Хоть что-то, как говорится. Сень ящера подобная. Я вообще думал, одних ящеров взять на самом деле. Меня остановило то, что... Портрета всего четыре у ящеров. К сожалению. Так-то, в принципе, что? Сила, выносливость к тому же Барду нормально заходит. Войнот, как говорится. Ладно, туда еще вернусь. Не согласен с папским статусом билдов. Да, просто я пока еще... Не раскрыл весь папский статус. Крепко заперто. Заперто. Готово! Ну, шанс того, что, блин, у меня прокнет, конечно, не слишком высокий. Двадцать семь процентов на то, что я... Так, камни проще скупать, а не стоят копейки. Но во втором в Фолвиче вроде есть такая жизнь. Да, ящики убийцы. Проще потом с заклинанием земли сюда вернуться и... Заодно прокачать магию земли. А, нет, не прокачаю. Открылась и так. Да, было такое, было. Не отрицаю. Но больше не повторится. Видеть, тварь! Да это будет просто тренировка. Ну что, всю пати... Не выжил вообще никто. Просто всех гуфнуло. Кребаной крышкой-убийцей. Я думал, там ящик Пандоры какой-то вообще. Да, случается. Быстрее перейти до города на самом деле. Отвлекаться особо как-то не очень хочется, потому что... Точности-то нет. Нельзя Берсерка подрубить. Тебе, конечно, можно просто подрубить Берсерка? Может, так же попадать будем. Зенрейджить. Два раза больше дамага. В два раза. Но шанс попасть тоже в два раза. Наверное, ниже. Вот этих чуваках, считай, качают, по-моему, щиты и скрытность до сотни. Хоть раз попадут или не попадут? Хотя бы раз. О, смотри, попал. 23. Нормально. Мы таки можем попасть? Даже оглушить можем. Ну уж оглушенного надо бить. Смотрите. Смотрите, 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 что тут нарисовано. Отказ в доступе. 3-й, 5-й Мэйтэн Мэджи, которая в РПГ. Детство беззаботное. Именно эта комната. Пока ты бегаешь в монастыре, дорога качаться. Поэтому я бегаю как можно меньше. По крайней мере, я стараюсь бегать как можно меньше. Стараюсь лишний раз не спать. Мне нужно еще один уровень вывода ими бойцами получить. Потом можно уровни пожопить, чтобы они пассивку свою получили. Надо, кстати, переставить немного. Хватит. Чтобы у меня епископ доставал своей плеткой. Я же вроде сейчас после краба я не переставлял состав. Ну так-то он попадает. В принципе-то чё. Не хочется спать, а надо бы. Надо бы. Так, дай помеем немного расположение. Где у нас Барт? Точно не по центру. Вот так давай. Будет сделано. Чуть я, наверное, вот как-нибудь вот-вот-вот как-нибудь вот так вот. Подальше постою. А навык-то качается, качается. Чё, не поменял? А, точно. Не нажал же на окей. Ты прав, ты прав. Вот. Теперь поменял. В этой комнате вроде впервые видишь компы. Да. Шо, есть-то есть. Так, кому еще? В принципе, теперь воинов можно бронировать. Чуть получше. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Знаю эти ящики убийцы. Шапочка. Ну, типа, могла бы быть полезна эта шапка, хотя... Тебе зайдет. Шапочка могла бы быть полезна, но у лордов очень крутые шлемы. На старте плюс четыре. Прям суперкрутые шлемы у лордов. Поэтому я лордов убрал в начале. Ради экипировки. Но я об этом уже говорил. Сейчас будет бардская дудка на точность. Темнота. Это довольно круто. Хотя нет, не сейчас. Для начала нужно дунуть. Точнее, позвонить, а потом будет уже все. И шокер для механика, и дудка для барда. Заживем! Так, ну тебя, наверное, просто... Да. Просто размотаем. Мое почтение. Ты, Вики, к тебе на стрим попал, на твою... На свою любимую игру попал. У тебя, наверное, есть много-много хороших советов по этой игре. Да, если не дунуть, что-то не произойдет. Если не дунуть, то монастырь не этот самый... Монастырь не сломается, если не дунуть. Короче, главное, надо терпеть до города. Главное, терпеть до города. Там уже пойдет мазута. Вся грязь есть, да? Ну да, не удивлен. Что скажешь по пати? Билд уже говно, и еще можно спасти. Там у меня тут два бойца-людоящера. Барт-механик, следопыт и епископ. Как на твой взгляд? Норм или не норм? Вон щит-то качается. Блин. Ну эти вроде бомжи. Рада, по ним хрен попадешь. Борис и бритвы. Как что-то прекрасно с фаерболом. В принципе, и так нормально. Куда ты побежал? Ну бас, иди сюда. Зассал. Друга позвал. Лолик и булик. Двое из ларца, одинаковых с лица. Блин. Ну когда-нибудь она попадет плеточкой? Когда-нибудь точно она попадет. Сейчас это вроде нормально разматываем. Мне нравится. Без минимум двух магических персов делать нечего. Но у меня минимум два магических перса. Не поверишь. Давай добудет рапира проспера. Или как она там называется. Это просто рапира. Но просто рапира меня не устраивает. Просто рапира у меня и так есть. У меня Чубака, маг и, собственно, епископ. Биба и Боба, да. Два замечательных молодых человека. Вот, вот. Нужно будет очень долго качать. Для того, чтобы он портал свой получил. Да, клинок Меркуцио. Точно, точно. Вот. Я чувствую в тебе папашку. Рапиру? Нет, пока не намазал. Там потом намазанная сразу упадет. Конечно, можно без магов пройти. Просто с магами удобнее за счет порталов. Наверное. Я просто пробовал там пару порталов. Это было так удобно, так удобно. Но мне нужно алхимию выкачивать ему. Наверное, магию воздуха. Ну, а стрелковый бой уже и вручную качать. Типа в алхимии самая крутая вроде магия воздуха и магия земли. Но землю я потом прокачаю. Землю я потом прокачаю при помощи вскрытия. Когда мне дадут вскрытие взять от алхимии. В общем, это будет не скоро уровень, наверное, 12-й, 13-й, где-то так. Не в портале дела. Да ладно, тут вообще люди без магов проходили. Я папашек читал, они проходили шестью этими людоящерами. Это раз. Во-вторых, проходили вообще, в конце концов, соло-ниндзи и... Тем же самым. Если уж игру в соло проходят, то я не думаю, что без магов ее пройти невозможно при помощи пати. Я, конечно, понимаю, что там адские... Абузы используются при соло-прохождении вроде той же прокачке скрытности и щита на сотню на Первом Краве. Покупка там, выкупка персов, чтобы у тебя сразу было 900 сюрикенов в начале. Это все не наш метод. Я хочу что-нибудь простое, побыстрее. Соло-ниндзя качается в мага. Так, блин, он как бы магом и становится. Да. Постепенно-то. Так, мне нужно ключ найти. Ключ на втором этаже. Потом спускаться вниз. Где становится алхимиком, потом уже... Там кто-то крадется. Потом уже дело техники. Самое главное забудеть начало. Есть. Кстати, у меня тут всегда не павуканы сидели, а... Слизнюки. А теперь павуканы. Волка-павуканы. Да, хотя бы парочку усыпим. Хотя бы парочку. Соло-ниндзя? Да там... Слушай, там такие извраты есть. Соло-ниндзя, это еще... Экфеи с тимбаланса набрали. Да, палка, да, я знаю. Ты думаешь, если уж я узнал про соло-ниндзя, то я не знаю про соло-палку для... В смысле, эту палку-нагибалку для феи, которая там... ...ваншотит практически. На соло-палку, в смысле, эту палку, а ты еще получишь. Извини, Бур, ничего личного. А сфей-ниндзя мучиться, это такое. Боже, как же на этой плетке джебошит. Ну, кстати, слепить уже начал Омниган. Механика. Какая же божественная озвучка у копья, просто. Сейчас-то стрельба ниндзя не нужна вовсе. Так, а я ничего вроде не говорил про стрельбу. Ну, метание-то все равно используется. Просто там есть вариант наобудить себе сразу 900 сюрикенов и... Довольно неплохо. Можно метание прокачать. У него шкрит его и сметание работает. Ты пока... Да ты ж не сразу палку получаешь. До палки еще дожить нужно. Если что. Ты ж не начинаешь игру, вот на тебе фею-ниндзя, вот на тебе эту палку-нагибалку и давай, ади тащи. Как раз то, что надо. Потом Омниг-убийца, а потом играть неинтересно. Кто-то запускает камень, такой классный звук, а мне звук плетки нравится. Так. Боже, столько всего, столько всего, но опять же, вот это вот все можно будет купить в городе. Все эти спалы. И вот эти все спалы можно будет купить. Все еще можно жопить. Тут нет ничего такого, что мне прям сильно помогло сейчас. Есть, конечно, зачарованный клинок, но блин. Глинопалку на тебе, читы, натащи. На самом деле, большинству, как ни странно, папашек играют именно на нормале. То есть там экспертов по экспертному уровню сложности не так уж и много на этих всех умерших форумах по визардре. То есть все играют на обычной сложности и рассказывают там о том, какие у них имба-билды и прочее-прочее. Ну, либо вот начинают обузить... Опознание продается в городе. Нафига мне его брать? Насколько я помню, тоже в городе продается. Алхимия вроде хорошо прокачивается после сорока, если я правильно помню. Типа там нормальное зелье уже можно смешивать. Там поначалу всякую глину смешиваешь. Не очень полезно и там навык почти не качается. Зато потом, потом, ух, ух, потом, что начинают твориться. Так, ну вот как-то так, типа. Так, мне нужен ключ. Нет, за оккупатуровня не зависит. Нормально играть не можешь, слишком легко, но вот и я о том же. Теперь можно шуковой палкой. Там фиксировано, я спал уже там, начальных уровней. Во-первых, зависит не от уровня вообще, а от некоторых событий и определенных торговцев, как я понял. Там некоторые квесты проходят, и некоторые торговцы выкатывают новые книги. Да вообще не точно. К тому же у меня и так будет чем прокачать. Механику в шокер. Можно в конце концов будет Ведомини взять опознание. Не хочу сейчас тратить спелл точно. На опознавалите. Посмотрим, короче. Взять я его всегда успею. Ну а теперь постоянно будет здесь. Можно же свалить из монастыря, но нужно забрать дудку. Дудку и что-то еще. Ну тут-то точно надо забрать. Прям совершенно точно нужно забрать дудку. Смотрите. Смотрю-смотрю, что где? Что где? А, тапочки. Павук. Павук. Первым же плевком парализовал. Ну, то сейда еще, да, и эту палку... Дудку, короче. Меня там больше интересует дудка для барда, чтобы точность повысить. тех же воинов. Так, подожди, подожди. Я не туда опять иду. Мне нужно попасть в зал для медитации, который находится... Который находится... Мне стало намного лучше. Смотрите. Здесь, не здесь. Блин, не помню. Ну ладно, сейчас везде сходим. Будет понятно. Тут бомжи. Тут у них пика точеная. Это мне подходит. Да, в принципе, можно на шестерку уже бахать. Тут все зафармят. Бери, да-да-да, сейчас. Очень нужен мистер дудец. Чтобы ранбас чаще выпадал. А потом еще зачарованный клинок купить, и будет нормально. Аталитетные предметы, которые выпадают рандомно. Да, но вот, типа, весь сет барда падает же с бандитов. У меня вообще как-то со слезняков упал амулет на плюс 10 подвижности. Просто со слезняков обычных 10 амулет подвижности. Еще восстановление стамины, по-моему, для бабы. Какая-то жесть. Из готики, что ли? Ну, практически. Самое забавное, что у бандитов выражение лица меняется. Ну, не только лица. А, это не пик, а то что, на этот посох просто. Когда их бьешь. Там отрисовываются шрамы. Представляете? Целые шрамы. И это в 2001. Капа. Хотя, что было в 2001? Хотя, вроде и на 2001 здесь графен был такой себе. В 2001 же вышла та же самая Blade of Darkness. Божественная. А, да, все правильно, сюда. Там были отражения в воде вообще. Да ладно, мы проснуться не успели. Нескучно покачаться и дальше. Посохи. Не при взятом уважении, нафига ты в первом храме качаешься? Ты уже в левелинг. Так, до пятого уровня можно качаться. Я просто хочу пораньше взять вот... Шестой уровень еще можно подумать, брать или не брать. Я хочу ящерам быстрее взять. Там уже не видишь, что я качаюсь. Я просто прохожу храм. Я еще нигде не оставил, чтобы покачаться. В первом в Дюк-Нюкеме. Ну там-то были божественные отражения. А в Дюк-Нюкеме, возможно, не божественные. Знаю, я знаю про автолевелинг. Но мне ж нужно шмотки забрать. К тому же там вон книженца еще... Качаться-то все равно нужно, а что поделать. Тут же... Если бы во всей игре был автолевелинг, то можно было бы не качаться, как в Обливионе. И все уровни четвертым левелом пройти. Но там, по-моему, что у тебя слишком низкий левел, то, допустим, ты придешь в город на первом-втором левеле, там будут мопцы тридцатого. Вроде как за так это работает. Типа, чтоб не обузили. В идеале вроде там пятым-шестым приходить. Мы попадаете сегодня? Будем вообще? Нет по крысам? Или... Или, по-моему, у меня уже трындец. Если честно. Я уже труп, только пока не понимаю еще об этом. Шокер, кстати. Давай же шокер юзать. Точно, я забыл, что шокер есть. Икс-шокер тайм. Время качать механику. Во-во-во-во, тогда уже нормально, да? Это уже пойдет. Вот, я им возьму еще один левел, только для того, чтобы они начали качать свою пассивку новая. Стальная кожа. Дальше что качать? Ну, ловкость, скорее всего. Чтоб еще больше попадать. Сила тела и разума, снижающая физический урон на симу персонажу. Но логический урон-то навык не распространяется. То есть теперь, по крайней мере, они будут качать себе... Должны качать себе железную кожу, когда получают похлебалушки. Если я правильно понимаю. А вот дальше можно с левелами немного и попридержать их. Оружие хорошее делать начнет. Так, блин. Чтобы он делал хорошее оружие пораньше, нужно пользоваться механизмами. Механику прокачать внезапно. Пострелять он еще успеет. К тому же, оружие, которое он будет делать, не он ими пользоваться будет. У меня вон. Следопыт есть. С двумя воинами, которые будут пользоваться. Так, ну тебе как бы... А, ну да. Я же тебе неловкость качаю, живучесть. Там нужно 90 механики, по-моему, чтобы сделать трехствольный арбалет. Так, кожа должна сама качаться. Так же, как и все остальные навыки. Она же не вручную прокачивается. Просто получаешь похлебалушки, качаешь кожу. Следопыт не может. С хрена ли он не может-то? Уже трехствольный арбалет. Будет. Хочу сказать, что следопыт не может трехствольным арбалетом пользоваться. Я на самом деле не сильно расстроюсь, если он не сможет. Ну, не сможет, так не сможет. Воины зато смогут. 35 и 70, ну вот да. То есть на 35 механики можно будет двойной арбалет сделать. Уже. И там прокачивать тех же ящеров в стрельбе. Сколько у меня там механики. А, не у тебя. У тебя 29. То есть скоро. Вкачал хотя бы на единичку, будет кач. Да в смысле? Чувак, ну тут же навыки, которые с нуля поднимаются. Ну типа, например, щит у меня был 0, и он прокачался же. Ты хочешь сказать, что с навыком стальная кожа так не работает? Нужно обязательно вкачать на единичку, чтобы он начал качаться. Я тебе не верю. Я думаю, что он работает так же, как и все остальные навыки. Просто при использовании. Там какие-то оружие есть хорошее. Ну, ружие-то ладно. Меня больше интересует четырехствольный арбалет. Трехствольный. Типа рейнджеру, который имеет шанс фатального выстрела. Четыре стрелы, по-моему, должно быть неплохо. Чисто гипотехически. Вот сейчас похлебалушкин банн отхватываем и заодно посмотрим, качается или не качается. И есть. И есть. Хорошо. Хорошо. На форумах смотрел. Так я ж не всё смотрел-то. Думаешь, я прям... ...полностью весь за этот... ...за дизассембленный код смотрел? Нет, я так. Какие-то базовые для себя вещи посмотрел. Толки не золотал. Сейчас золотаю. Хочу скорее поиграть на этой же самой штуке. Ну, вроде и так начали попадать. Внезапно. И что произойдёт, как ты думаешь, когда... ...и там крикает на кто поиспользовать? Ну, будет большой бум. Пять заново начали. Забил говно. Я с другой стороны, вот как ни билд, и всё говно. Так что такое. Не знаю, хотел вот немного... ...поте изменить. Хотел механика взять. Всё-таки столько инструментов для механика. Хотелось бы опробовать его в деле. Да, самая базовая вещь, чтобы глянул. Чё такого? Ну, там реально, типа, на этом... ...на одном форуме были всякие... ...механики игры, разложенные... ...ну вот как... ...как за дезасембленный код. Просто... ...как хочешь, так и изучай. Например, оттуда я узнал, что интеллект влияет на шансы попадания. Внезапно. На шансы попадания, мать твою, влияет интеллект. Будет сделано. Кто бы мог подумать. Темнота. Книга заклинаний. Чё у нас там? А, ну да. Наверное, клёвое. Можно для прокачки и опознания ещё использовать... ...собственно... ...свитки опознания. Даже если я свиткового опознания ничего не опознаю, то навык артефакта прокачается при этом. ...башка, он стреляет туда, куда проще попасть. Ловушка зелёная, а те, которые точно тут есть. Ах, вот оно что. Темнота. Если не будет сейчас качаться стальная кожа, значит, надо будет... ...вкачать на следующем левеле ящеру. Ну, вот эта вот кнопка от микроволновки, и с помощью неё можно что-то сделать. Точно можно что-то сделать. Вот, кстати, книга благословения. Но там у меня дудка уже появится сейчас, но всё равно книга хорошая. Великолепно! Всё ещё не можем. Всё ещё не можем. Списка ловушек внизу выбирать. Ну, тут какая-то сложная система, на самом деле. Смотрите! С трапами и обезвреживанием. Постепенно разберусь. Пока вроде так всё вскрывается. Ха. Ну, пока что. Потом, когда начнутся проблемы... ...буду спрашивать папского совета. Хотя есть же спел. Ну, типа, просто используешь спел, пока не откроется. Нет, так не работает. Ещё всякие святые сапёры, которые неплохо так и навык прокачивают. И вообще... ...вообще пока особо не знаю. Но вроде как есть шанс что-то сломать в чемодане. Если магии открываешь. Ну, а ядовидый ядротик в заднице, это нормально. Выносливость прокачается. Долго ещё микроамовка не пригодится. Говорят, где-то на болотах, типа, барабаны для барда валяются, которые ускорение кастят. Вот, хотелось бы их как-нибудь спионерить. Но. Понятия не имею, где болото. Где-то, наверное, недалеко. Так, теперь за дудкой. Не заброняй. Да. Можно валить в город. С компьютерами тоже стекло разбилось. Теперь кольцо ящика спрыгнуть можно? Там ещё один ящик. В первой комнате с компьютерами тоже стекло... А! Кстати. Это неожиданно. Ладно, я туда тоже схожу. Так, мне вроде сюда. Так, подожди. Заболтали меня. Назад вернулся. Клетые лабиринты. Типа, здесь разбилось стекло. За Тринта на баллады сразу попкила на пятой минуте. Игры добираются. Догадываюсь. А, вот так вот, типа. Понял. За Тринта не говорят, какой-то фонтан ещё есть. Сам-то я не проверял, конечно. Фонтан, который плюс пять интеллекта бафает. Хотелось бы его пораньше. Потому что, опять же, баф точности, который лишним не будет. Плюс навыки прокачиваться будут чуть быстрее. Чуть-чуть. Самая малость. Так вот, достать бы барабан на ускорение для Барда, и жизнь бы сразу наладилась. Типа, прям сюда подать? У меня есть подозрение, что я кого-то потеряю. Или нет? Типа, чё-то можно открыть здесь. Ах, вот оно что. Этого не знал, да? Восприятие плюс пять. Кому подходит-то? Войну подходит. Следопыту. Я бы даже войну отдал. Типа, восприятие... На Барду не подходит. Барду подходит. Ну, типа, опять же, Барду дать, чтобы его меньше атаковали. Теса, главное, не продавая. Ну, ладно. Видимо, есть некий тайный... Тайный смысл в тесаке. Так, и сюда, за дудкой. Или не сюда. Где я не был? Да, вроде сюда. Да, фак. Подожди, а дудка вообще же в главном зале? Ну, типа, не здесь валяется. Замеление алхимика тоже есть заклинания? Да нафига мне заклинания, если у меня есть дудка. Ну, типа, дудка-то она бесплатная и бесконечная, а заклинания, они ещё... Да, это проход немного не отсюда. Нужно назад вернуться. Уж лучше в дудку дудеть, чем спелл юзать. Спелл и более полезная есть. Тесака что-то крутое делаются. Скажи сюда. Нет, не сюда. Там, мотив. Тут чуваки, которых обузят обычно. Не-не-не, давай, 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 не будем сейчас с ними сражаться, вообще не хочу. Начал, дудку для начала, с благословением. Я с другой стороны, как бы я могу попробовать и так забафать. Да-да-да, на выходе, я уж вспомнил. Тут обычно качают щит до ста. Как я успел уловить вот этих вот на этих мужиках. Типа встаёшь, как-то хитро, чтобы они плевали, не попадали. Там, чтобы, типа, вроде в стену летали их плевки. И идёшь пить чай, часов на 50. И всё, потом приходишь, у тебя... У тебя щит 100. Радуешься жизни, проходишь дальше. Мне с вами тут неудобно воевать, мягко говоря. Купи-то, нет? У одного только копьё. Можно их вытягивать по чуть-чуть. Папки на форумах ещё обычно возмущались, когда им говорили, типа, нафига так делать. Ну, типа, а как же иначе-то? Как же иначе-то, разве можно вообще не прокачивать тут до сотки? Ну, мне, типа, выгодно по хлебалушке получать для той же железной кожи. Сколько-то там дамага. Надо скорее второе копьё. Да, я понимаю, что могу за угол зайти, но... Пока вроде и так нормально. Но теперь уже не нормально. Теперь уже надо отходить. Поэтому я хочу древковое оружие, потому что он далеко достаёт, и не надо вот так вот каждый раз очень много перемещаться. У меня, кстати, щит спал от стрелы. Это очень плохо. Ещё валить надо, на самом деле, даже. Я бы сказал. А то мне тут размотают без щита от стрел. Чувако беспомощно лопочет. Так много русской озвучки, потому что раньше всё делали с душой. А сейчас всё делают побыстрее, из-за бабки. Вот и всё. Раньше и в игры можно было играть сразу после выхода. Не ждать года два, пока патчами, допилят аддонами и любительскими, ну, комьюнити там, патчами. Просто берёшь игру и играешь. А сейчас... Вспомните хоть одну игру из последнего, не знаю, времени, в которую можно было бы сразу взять и пройти без багов. Когда город доберусь, пойду свет включу. Наверное, меня уже не видно. А, слушайте, ещё же мод был, который ускоряет анимацию мопцов. Надо бы этого поставить, да. Потому что там иногда так долго ждать, пока до тебя ход дойдёт. Надо мобов делать турбореактивными. Витчер, который... За счёт лечения прокачать хорошо, кстати. Ну, слушай, можно и в городе так-то на огне постоять там. На костре погореть. Тоже нормально качает. Дивайн-Т2. Блин, вспомните, как Дивайн-Т2, сколько там патчей выходило сразу. Дивайн-Т2, как вышло, там даже перевода не было. Если что. А, баги до сих пор исправляют. Ну и возьмака 3-го патчили, и патчили тоже справедливое замечание. Диван вон скоро. Enhanced Edition выйдет в августе. И тут там всё ещё баги допиливают. Выпиливают. Вы победите! Хорошо! Так, ну они сейчас, наверное, придут всё равно. За мной. За моей жипой. Будем здесь постоять. Я заметил, тварь. Но они таки пришли. Тут уже поудобнее стоять. На третьего куча патчей вышло. Я играл уже вроде в запатченного. В начальной версии не играл. Пожалуй, утверждать не стану, что там было. Насколько он был хорош сразу. Момент выхода. Не заодно узнаю, качаются такие железная кожа без прокачки на единичку или не качаются. Не на Iron Man играй. Нет, конечно. Сейчас бы первое прохождение, это ж, блин, на Iron Man играть. Там даже папашки, которые прокачивают скрытность доста на Крабе. И то стремаются играть на Iron Man. А это люди, которые уже, не знаю, по 80-10 раз проходили всё. Знают, чё где лежит. А я хрена не знаю пока. К тому же мне там кто-то уже писал о том, что в игре есть ещё баги какие-то, так или иначе, которые могут тебе всё прохождение зафакапить. Ну и в текстуры провалиться в том числе, да. Надо, кстати, нормальные сейвы делать ещё. В разные слоты. Прям как в Гатане. Всегда всё может сломаться. Так вот и побежал, но бас. Так, современная древковая. Ну, кстати, каменная кожа-то не качается пока что. Надо будет на следующем уровне, значит, вкачать её. Вопрос про Гатан первый. Так, слушаю. По ивентам и одно там... Да надо вообще просто, не знаю, сохранение 5 делать в разные слоты, чтобы... Чтобы наверняка всё. Что там за брел, что входит, что выходит, как с микробовыми болезнями. Ты что? Лор не изучал волнов по первому Гатану. Ну там типа маги собрались, так собрались и решили всю колонию накрыть большим-большим куполом. Вот, чтобы никто не мог выйти. Только входили туда. То есть барьер, как и в третьей части, работает. Принцип во всех впускать, никого не выпускать. Вот. На его можно было заруинить, этот самый барьер. Чем там успешно и занимались. Мы в первой части. Так, я опять сбился с мысли до сюда. Типа сюда, а тут должна быть дудка. Тут же и броня для этого... Самая главная дудка. Раньше игры выходили и играли. Я в патчи можно было найти на дисках, которые ты увидел. Но там патчей не так много было. Будем откровенны. Ну, типа да, локальный железный занавес. Но потом что-то пошло не так. Как это обычно бывает с железными занавесами. Потом под барьером власть внезапно захватили бандиты. Ну и пришлось с ними договариваться, как еще решать вопрос, чтобы они руду добывали. Какая-то карта. Это я знаю, но карта мне не нужна. Тут начальная локация, я примерно помню, как они выглядят. Теперь будет благословение. А то есть хотелось только зачарованных клинок достать и как-то заэвейдить вот эти вот стартовые вот это вот, да. Вот эти... Кстати, это обычные крабы еще. Я думал, крашар-крабы. Но я все равно не хочу с ними сражаться. Ну и в жопу. Едокрабы. Ну, кстати, из панцирей едокраба делается броня для феечки, так что мне, наверное, придется с ними все-таки пофайтиться. Есть вероятность того, что они меня нагнут. Что поделать? Где-то мелкие едокрабы. Там вроде... На из частей брони феи именно из едокраба делается. У вас же не длинные клешни, правильно? Ну, у вас типа 33 хп, по идее. То есть не слишком много. Вроде как бы. Я же могу, вроде, даже неопознанную шмотку использовать, у меня хватает музыки. Так, надо бы еще... Надо бы в идеале приткнуться с жопой. А то сейчас окружат. С рекой в Гатане что из нее вытечь может? Вода может она сквозь барьер. Озеро тоже наполовину, судя по карте. Ну, как бы и руда тоже через барьер проходит. То есть там именно живые организмы не могут пройти. Вот поэтому я не люблю крабов, да. Потому что у них клешни бьют, как копья. Кстати, фатальный выстрел сработал, лоу. Однопроцентный шанс прокнул только что. Это поворот. Несу моя броня, панцирь, паучи, шелка, еще что-то. Ну вот, скраба нужно, да, полутать. Ни хрена себе на 32 просто. Вуд! На 32 и на 14 похлебалушки? Вы серьезно? Какой, блин, лакерок на 32 в лицо поймал. Охренеть. Вот тебе однопроцентный шанс прокнул, пожалуйста. Надо, короче, дудку, пожалуй, для начала достать. Темнота. Которая дамажит у барда. А потом уже с этими кровами связываться. Кармический баланс, наверняка. Ты выбираешь передвижение, нужно по максимуму экономить. Чем больше ты экономишь, тем меньше это переходит в этот ход. Да там вообще в идеале. То есть ты начинаешь файт, нажимаешь передвижение. Типа враги тебе подходят, ты отменяешь передвижение и бьешь им по хлебалушке. Это типа обуз местный. Это я в курсе. Иду, короче, дудку дамажащую достану для барда, а то что-то как-то грустно. Когда куча всякого говна мелкого. Да охренеть просто, 32 дамага. У меня, блин, столько никогда моба не выбивали. Ух, трили. Еще вроде 32 урона от мобов не видел ни разу. Ну, по крайней мере, я на своих там первых. Десяти уронами торг докачивался. Странное чувство. Да, сразу яд, конечно же. 36 кафе. Как грустно без фаербола. Но надо до дудки добраться и до города. Можно вообще бы идеяли, наверное, почти ни с кем не связываться бы. Добрый вечер. Бонишание закупает себя. Так, кстати, да, да, надо же бафы юзать. Теперь благословение хотя бы. Вот, 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 вот это вот все. Хватит мою фею бить. Да, чтоб тебя, подва. Боже. Тяжко. Тем лучше она качается. Но я в курсе, да. Вообще тут любой навык, чем чаще используешь, тем лучше она качается. Я знаю. Вампир. Я вообще первый раз слышал то, что там вампир вышел. Ну, то есть, блин, я сегодня увидел на твитчек, а эта игра новая вышла. Думаю, что за хрень. Смотри, вампир, смотри, что-то похожее на этот самый, ну, на ДС, там, не знаю, Бладборн. Если умрет, то это все. Не все, там можно воскресить порошками, но у меня их пока так мало, что воскрешать как-то не очень хочется. В городе можно будет закупиться порошками воскрешения. Плюс, теоретически, если сильно раскачать этого епископа, он там воскрешение когда-нибудь освоит в конце игры. Низко уравнило слабое заклинание. Да, я и использую, как ты видишь. Вот. Короче, я вообще не в курсе, что такое вампир. Думал, может быть, купить, посмотреть, но потом посмотрел в стиме, что он стоит два косаря. Я думаю, ёпт твою мать. Как-то многовато для проекта, о котором я вообще ничего не слышал. Ну, то есть, блин. А это игра. Вроде похоже на DS, но... О которой я не слышал нигде и ни от кого. Не стоит два кайпа. Думаю, пока, как-то знаете, покупать не очень хочется. Может быть, игра говном окажется. Да, он как там... В чатике говорят. Может быть, не окажется. Как знать. Ну, тут, наверное, даже поиспользовать стоит. Это вот всё. Шокер. Чё, я зря шокер оставался, что ли? В вампире очень много диалогов. Да, диалоги-то ладно. А как там вообще по геймплею? Брутальник, аристократия, ничего такого. Короче, не знаю. Насчёт вампира. Может быть, и норм. А может быть, и нет. Стабильно 20 дамага. Шокер, да, знать, это приятно. На Dishonored похож. Но если он похож на Dishonored, то это, в принципе, неплохая игра. Ну, мне тоже первая мысль в голову пришла. Может быть, какое-то... ...перерождение маскарада. Вроде на маскарад не очень похоже. Смотри-ка, шокер зафейлился. Ну, не убивай мою феечку, пожалуйста, падла. Не трожь мою феечку. Будь ты человеком. Мужики, давайте убьём. Давайте её убьём. Ну, пожалуйста. Блин, у меня ещё хилок-то нет. Бей ящуров, падла. Странные чувства. Так, у меня есть один ход, чтобы разобраться с тобой, да? Хорошо. Почему у меня феечка умрёт? У меня ведь щит от стрелы ещё висит. Отлично. У тебя прямо сейчас тебя забарываю? Блин. Прямо сейчас забарываю, либо феечка отъезжает. Да, у меня противоедия нет у неё в инвентаре. Оно есть только... ...в этом. Ну, ты понял. А-а-а, вот теперь надо успеть. Успел. А, отдыхать-то нельзя. Иначе храбы догонят убийцы. Скорее всего, догонят. Ну, можно опробовать. Вдруг я от них отвязался, и они не пойдут за мной. Ну, конечно же, пойдут. Причём тут же прибегут. Или нет. Лучше. Ну, собственно, никто другого и не ждал, да? Блин, как же они дамажат эти крабы? Это просто какая-то жесть. Боже, а у меня ещё дудки нет, чтобы всю эту мелочь сдувать. Это надо, но так лень перекладывать. Короче, надо успеть чуть-чуть полежать. Вот буквально, не знаю, там, хотя бы немного маны отрегенить и всё. Дальше не спать. Да, дротути. Дротути. Скучали. Скучали по нам. Крабы вообще, наверное, самые мерзкие, кто здесь спавнится, в принципе. Ну, можно опробовать бардом за контроль. Зачем у меня вот дудка тут уже буквально в метре валяется? Там всякие бомжи-бандиты её охраняют. Дудка уже попробую продуть. Дудка плюс шокер, по идее, должен справиться с храбами. Опять же, надо до города добраться и купить второе копьё, чтобы быть как краб. Гримм так не доброшёл. Ну, да пройду. Я много чего не доброшёл. Будем откровен. Так. Защита от кинжалов, по идее, есть. На тебе шокером по лицу. Копьё. Вот там закутки на копьё, там у меня всего одно. Надо бы два копья. Там будет два копья, будет зачарованный клинок. Нормально, короче. Дудка с дамагом. Карает потом будут и красоматки ещё. Ну, пока меня крабы больше всего бесят. Потому что у них длинные клешни не достают до... Довсюду они, блин, достают эти самые крабы. Прям вообще раздражает. Теперь хотя бы шокер могу юзать. А то раньше просто падала сразу же. Пару раз прожимаешь шокер, и всё. Без сознанки валяется. Там ещё амулеты на восстановление стамины появятся, когда до города доберусь. Тоже будет чуть попроще. По крайней мере, с амулетами энергии и стамины они будут сразу же восстанавливаться, после того, как упадут. Не будут два хода валяться. Чё там по пилосам? Патч выкатили? Патч выкатили? Да, но DLC-то ещё не выкатили. К тому же патч у них такой, знаешь, давайте понерфим все шмотки, которые были. Самый, вроде, крутой нерф, это то, что они, блин... Доспех дьявола из корока, который у меня боевой магмой бегал. Вот они его поднерфили, падлы. Откат снизили. Обидно. Королю нужен псионик, одно безумие, они жахают друг друга. Ну, щит души нужен, но у меня как бы епископ есть, который мы сейчас раскачаем. Мозги. Там вроде у меня инициатива не самая маленькая. Должен успевать. Ну, ещё раз могу жахнуть шокером. Потом в бессознанку падаем. Всё. Валяемся без сознания. Все тупые. Мне очень нужен этот самый щит души. Появляется шрам. А потом всё больше и больше их. После несения 30. Ну, там вроде чем дальше, тем больше ран. Борис Бритва остался последний. А нет. Не Борис. Так, бомбы. Дайте клинок этого самого. Кто он там? Опять рапира. Короче, плащ нужен уникальный на Барда и рапира с этого, с этих бандосов. Ну, кстати, вот копьё. Но, правда, вроде одноручное, если я не ошибаюсь. Пика. А нет, не одноручное, кстати. Так, ну вот, вот, вот. Теперь есть вторая пика. Теперь у вас пиками. В городе там получше пики. Можно будет потом купить. Фига ты с собой камни таскаешь. Всё ещё не можем опознать. Всё ещё не можем опознать. Там стальная кожа прокачала? А, кстати, да. Ну, вот, я же говорил. Сама же качается, но как-то очень медленно. Прям супер-медленно. Надо, видимо, ручками покачать. Так, штаны на плюс пять. Ну, надо Барда опять же давать. Я тут на плюс шесть. Лол. Тогда тебе. Механику. Хватит, не торопи меня. Это опасно. У тебя, кстати, камни заканчиваются. Держи в курсе. А камни-то вообще ещё остались. Там вроде много закупал. Есть ещё камни. Качаем злом. Ты проигнорил? Что-то купил в этом закупке. Да я просто не о том, видимо, думал. Но я бы в любом случае сюда пришёл, так или иначе. Потому что тут самая главная дудка валяется. Дудка. Потому что нужно. Если случайно не щит воров, который там плюс десять ещё подвижности даёт. Было бы здорово. Таааак. Та вроде хреновая ботинки на самом деле. Дудка пятнадцать. Ну и взять уже можно. Теперь хотя бы будет дамаг. Кому шапку? Тебя вроде. Да, бесполезная. На тебе. На тебе получше шапку. Чё-то опознал. Чё-то даже опознал. Щит-зломчика, скорее всего. Но там есть, типа, крутой воровской щит. Сейчас крабы придут, да? Не придут. Не придут. Ну, у меня, типа, две пики уже есть. Уже попроще будет. В принципе, есть две пики и... Дудка. Скрабы вроде как уже не так страшные. Здесь ко взлому. Скрывается так, что всем на всякий случай. До свидания. Давай. Пока-пока. Ну, бафаемся, шокерим. В этот закуток никто не ходит. Да лол, как сюда не ходить? Тут же дудка. Не то, что прям... Имба невероятная, но... Козырная же волынка. Дунуть себе в лицо бесценно. Да. Дунуть себе в лицо просто бесценно. Если ты первый раз дунул себе в лицо, ни разу себе в лицо еще не дол. Лол. Лол. Хорошая дудка, пацаны. Рекомендую. Хорошая дудка. Юзани баньшу. И она опознается. Что такое баньша? Дудка кожаная белпапский. Сразу видно, что папашки в частях грызут от зависти. Ногти на ногах. А то, тхоль. А то. Кожаная флейта. Пики точеные. Все как надо. Шарик в хороших белдах. Вот. Следопыт. Ну, типа, ловкость выше 80. Есть ли смысл качать ему ловкость выше 80? Ну, типа, раздвоение получит он при сотке ловкости. Наближаешь к кладбище, знаешь? Нет, не знаю. До кладбище не добирался. У меня вот вопрос к папик. Ну, типа, раздвоение, оно же просто снижает шансы попадания по тебе. Не лучше ли дальше, типа, подвижность выкачивать вообще? Или силу даже? Наверное, даже силу, типа, для дамага. Ловкости 80, наверное, хватит. А вот урона. Ловкость вроде на количество атак в бою влияет. Подвижность на количество атак в бою влияет. Там что-то сложная какая-то формула. Или тупо дожать просто ловкость уже за сотни. Сложно. Пораньше просто дамаг получить хотелось бы. Что вообще для стопыта раздвоения? Не так часто бьют, он всегда сзади стоит там же, где маг. Если у нас добрались до жопы нашего отряда, то уже все равно вафли. Там никакое раздвоение не поможет, скорее всего. А вот дамаг с лука плюс скорость. Мне кажется, тоже более как-то поинтереснее выглядит. Но там и подвижность, и ловкость вроде как восприятие должны влиять у лучника на шансы падания. Да тут все написано, что ловкость, типа, влияет на количество атак. Число физически так в бою и все оружейные навыки. И подвижность, как бы, тоже на количество ударов за атаку и количество атак за ход. Силы на этот самый дамаг. То есть, блин, тут такое. Все вроде полезное. Ну, типа, сейчас восприятие докачаю до сотки, ладно. Потому что, во-первых, как у воина появится. А потом, типа, подвижность плюс силу раскачивать. Пусть будет так. В любом случае, лишнее не будет. Так, а тут, тем временем, уже алхимия начала качаться. Ну да, я говорю, как у воина. У воина же аналогичный перк, только он у нее в селе. А у, типа, у стрелков он восприятие висит. Я пока ничего не буду брать. Там можно будет взлом взять в городе, купить ему. Как только он освоит. Так, у меня, короче, нужна магия воздуха. Дальше алхимия. Так, ну у него саму тут постепенно прокачивает стрелковой бой, так что особо-то можно на него парваться. Типа, землю я прокачаю взломом. Долго, но прокачаю. Ну вот. Проблема с переводом была. Ага. Чего алхимика еще крутого есть? Ну, че бы стоило прям параш. Ну, знаю, у магии воздуха там всякие отравляющие облака, которые вроде крутые. А землю я и так качну. Алхимия тоже там. На бутылках потом как-нибудь поднимемся. Присядем на бутылки, и алхимия качнется. Огонь, вода, земля. Он кастером таким себе будет, типа, чисто саппорт больше. Не знаю, просто не помню спелов алхимика, где там саппорт. Знаю только, что воздух качать. В земле потом будет крутой спел. Вода, типа, будет клевая, да? Ну, вроде да, что-то про воду я вспоминаю. Что-то там говорили. Вода и воздух вроде козырная тема. Земля там сама подкачается. В воздухе я вообще хочу, в первую очередь, идти за портал. Чистые воздухи и отдыхи. Ну да, ну да. Ладно. Пусть будет так. Так, я надеюсь, сейчас крабы за мной не приедут. Опять же. Присесть. Почти добрался до города, кстати. Там можно будет забудить. Ок, забудить можно будет в городе. Уже алхимия. В городе у меня могут появиться внезапно бесконечные деньги. Чтобы, блин, портал-то появились, нужно докачать алхимию еще с воздухом. Чтобы они пораньше появились. А не на какой-нибудь 15-м левеле. Так. Что там? За как еще? Время драться! Все, сейчас пару фаербула сюда закинуть. Как там успехи с моей сборкой? Но она пилится постепенно. Есть там некоторые нюансы. Сложности, которые вызывают. Но мы не сдаемся, как говорится. Мы не сдаемся. В пещеру не пойдешь? Тут пещера есть. Не знаю, я хочу для начала до города добраться. Там купить нормальные пики точеные. Но алхимию качать на бульках там, за которые за 15, это вообще забей. Я буду до завтра качать вот ее. Хотя бы до 40 докачать бы как-нибудь алхимия. А там уже можно и на бульках. Блин, я не достаю даже копьями до этой, сучки. Крашеной. Так, мне нужно... Еще этот стрел есть, да? Будем бахать. Ну, в дудку дудить будем, что делать-то. Шокером бомбить. А для начала лучше, конечно, завязать... Не дудку, а... Вот это вот. С бафом точности. Сейчас начнется глина. Закуток коронный вдоль левой стены. Ну, там домик вроде какой-то есть. С чем-нибудь тут на пихун дриют. Так, ладно, можно подойти поближе. Давайте, мужики, надо попадать. Да-да, долбитесь там этих ящеров. Удачи, как говорится. Вот, волынка, все, поехали. Главное, в лицо себе не дунуть. Этой флейтой. Ну, домик-то я пока вроде с ронью опаду. Там в домике вроде как... Ты не поверишь, что не служил. Я пытался туда попасть, но меня не взяли. Да, хватит фейлить дудку. Опять же, понимаете, тяжело, но... Блин, хватит фейлить дудку. Хорошо. Так, один застал. О, наконец-то! Кажется, я ранен. Тебе не кажется. Ну, типа я там вроде не сильный. Так что... Так, а я мельчника меня не достаю. Да, блин. Все очень плохо. Нет, я еще не труп. Кто-нибудь такое сказал? Есть порох в похеровницах. Вот только я за феечку переживаю немного. А так нормально. Так мы еще живем. Если в лицо себе сейчас не дуну опять, то нормально все будет. Есть! Отлично! Горазно отлично! Внутри у меня что-то творится! На 53 по итогу попал. Кайф. Терпел, терпел. В итоге ударил на 53. А раньше можно было? И поменьше. Феечка, живи. Что, не помню, я тебе хилку давал вообще? Нет, конечно же, не давал. Блин, один ход. Ну, по-моему, это минус порошок воскрешения. Ну, ладно. Нет, у Фейки ничего нет, к сожалению. Давайте хотя бы одного потеряем, а если допыта еще не будем терять. Фейка и так медленно качается. Еще, так, 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 ты еще не умирай. Так. Где там, где там, где там, где там? Мистер противоедия. Благодарю. И лучше. Нормально. Хилимся, живем. По идее, можно попробовать присесть. Порошок воскрешалите. Не, он точно должен быть. Только у кого? Кого весь порошок? А? Всего один, блин. Жизнь после смерти. Нет, не буду стоять. Буду его воскрешать. Так. Дорогом присесть. Не знаю там. Надеюсь, никто не прибежит. За моей сжепой. Да, нормально. Я знаю, что у меня там хилки противоедия есть. В городе разберусь. До начала город, потом ревизии. Надеюсь, больше так не встряну. Цветочки были сильно неприятные. Я слушаю. Готов. А че мы так топаем? Вперед ты. Куда вперед? Так, у тебя закуток. Какие-то совсем очевидные вещи. Гриш, камни собери для меха. Ты понимаешь, что я сейчас пойду в город, у меня там будут бесконечные камни? Ты совсем-то не капитанешь? Я вроде что-то понимаю. Чувствую, что у тебя внутренний папашка проснулся, который сейчас никак не успокоится. Блин, все-таки встрял еще раз. Блин, там еще карманники на 90 хп. Здравствуйте. Так, нет, я не хочу с вами сражаться сейчас. Ну вас нафиг. Сейчас доберемся. Заскипаем себе это гогнишко. 90 хп-шные карманники меня не радуют. Когда у меня были маги с фаерболами, мне было плевать. А сейчас как-то грустно. На девятом уровне. Ну, блин, я тоже супер, а прохождение уровня на десятом добрался. Просто вот такие вот толпы. Типа, у меня просто маги были тогда с фаерболами. Хотя, по идее, тут пару раз дудкой дунуть и... Пару раз дунуть, и вроде как бы проблем-то и не должно быть. Ну что, пропишем им? Хорошо. Хорошо. Чисто гипотетически. У тебя там у мага фаербол появится на следующем уровне. И есть. Нормас. Хорошо. Если меня муравьи не сожрут. Не надо поставить мод на ускорение. Ну вот даже когда, не знаю, по 14 тел бегает, уже долго ждать своего хода. А так, чтобы не моментально там пых-пых-пых-пых-пых и все. Было бы круто. Кидаешь два фаербола и все-то на кладбище уезжает. В жутких корчах. А так, руками ковырять всю эту глину. У тебя есть бомбы вроде как, но бомбы нужно опознать. Кидаешь пару бомб, и тоже вроде все заканчивается сразу. Либо драконы. Были бы драконы, можно было бы пыхнуть. Да, я просто другой состав немного сделал. Который по идее вроде как должен быть чуть поинтереснее. Через какое-то время. Блин, ладно. Сразу неправильно сделал. Нужно было сразу забиться в угол и... У меня тут из-за ОЕ только дудка этого вон. Пати с Епископом хардкор. Ну, проблема будет в том, что Епископ будет постоянно по левелу отставать. Но это как бы нормально. Я могу в какой-то момент просто не повышать воинов. Типа, если Епископ отстает на несколько уровней от мопцов, то его боевые СПЛ они как-то сразу грустно себя чувствуют. Из-за разницы в уровнях. Типа, уровень мобов подбирается под максимальным уровнем в пати. То есть меня воины опережают Епископа по левелу. И, соответственно, Епископ... Какой-нибудь Фаербулл мне будет не так жарить, как мог бы, если я буду именно топить левела у воинов. Ну и у Барда Механика тоже. Кого напарники брать собрался? Ну, Ви, наверное, возьму. Опять же, ради портала и ради еще одного копья. Блин, волынка заела. По идее, Железная Кожа может покачаться. Идеальное место, наверное. Идеальный закуток. Вот насчет второго я не уверен, кого еще взять. Ну, там, говорят, робот какой-то есть, монах. Вот, может быть, его, наверное. Но, опять же, говорят, до него добраться нужно как-то пораньше бы. В идеале. Папашке, говорят, нужно брать робота и Ви. Там, вроде бы, неплох. А давай-ка дунем еще вот так вот. Для точности. Нормально будет. Ну, потому что они, вроде как, везде ходят. То есть там остальные напарники часто выделываются и куда-то не идут, а эти ходят везде. Поэтому их и берут. К тому же, мне еще один лекарь прям вот-вот. Прям супер зайдет. Очевидно. Плюс еще одно копье. Много копий не бывает. Ну, остальные там во многие локации не ходят, да? Только в лагерь аэропаксов тех же не ходят. Ну и то, всегда же можно убить, а потом воскресить. Говорят, есть там обуз. Кого-нибудь гуфнуть, а потом просто воскресить в бою, и тогда он даже штрафов не получит. Можно еще до бессознательного состояния довести и загнать в нужную локацию. Тогда будут штрафы к характеристикам. А если убить, зайти в нужную локацию и воскресить во время боя, то проблем не будет. Через полта он не разноится, типа? Зачем ты меня сюда затащил? Так, ну давай мне железную кожу. Так, древковая, древковая. Блин, как же медленно качается железная кожа. Надо вручную, видимо, качать. Древковая сама, короче, будет прокачиваться. Можно его дальше особо не качать. То есть мне нужно качать ближний бой, стрелковая и железную кожу. Разноятся. Поэтому вот... Поэтому и надо будет через воскрешал эти и гуф. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Свидящие ока. Столько всего, столько всего. Но пройти за этого, конечно же, ничего не буду. сюда куплю сюда куплю ну фаербол до фаербола еще долго фаербол мне сейчас поможет фаербол возьму на так волшебство алхимия химия также теологию чуть выше сегодняки так вот нормально да ё-моё только поспала уже заспавнились чуть-чуть поспал то буквально чего начинаете вроде всего четверо давай поехали миссии глину у меня есть фаербол который конечно высоко вероятность кинуть себе в лицо прям нормально такая вероятность кинуть себе в лицо фаербол но вот так то получше будет зеленой однер куда я тут как бы выжить еще хочу не сильно много получив лицо он уже желтый стал кстати это уже пофигу теперь можно и обычными добивать желтыми там же на зеленых медленно качается кайф себе в лицо да супер хотя бы желтая с память приюзание желтого вы шанс того что на вы прокачается что за класс епи епископ епископ вообще не качается смысле не качается фаерболы кидаешь как качается кидала уже фаерболы нормально качается так через два уровня будет дкачана соответственно сила ловкость значит начнем ближний бой плохо качается да потому что меня интеллект с третьем никакой чем не нужно ближний бой качать вручную древко его сама будет качаться сила ловкость потому что вот здесь на стальная кожа чё стальная кожа и стрелковый древковая на самотек тата тата татак барт 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 механика восприятия жопа но я вроде современная так качается нормальная ловкость подвижность я ловкость 70 подвижность там тоже дохрена вроде и сама улучшается а вот стрелковый интеллект восприятия и подожди восприятие тогда хрена по идее чем не больше ловкость подвижность или интеллект восприятия ловкость подвижность 70 50 интеллект восприятия 55 83 ловкость подвижность хуже качается тогда современная качаем как вы сам докачается по чуть-чуть но тут также сила жопа больше энергии больше жопа ну и дудка дудка тут к дудка тут к дудка да как так несколько оставался так прям почему несколько остался оставался наш фаербол первый пролетел что не видел там был фаербол бабки не ходи если это город забрался все-таки сделал это но теперь то заживем качал ловкости бонусы на ваку ворота магом живучесть и каменная кожа была норм вроде но у меня не совсем обычный маг у меня епископ ему и то и то нужно а второй желтый барт этот это барт это о чем ловкость у них докачается рано или поздно просто у ящеров очень быстро живучесть докачивается до 100 прям очень рано можно получить живучесть до 100 это наверное стоит так делать то есть а вот дальше уже чисто ловко сейчас еще сила через два уровня докачается можно будет ловкость подвижность докачать и все будет машина смерти фаербол а ты имеешь ввиду второй желтый фаербол что может не скастоваться но может скастоваться тут как повезет либо скастоваться либо нет тому же даже при провале заклинания шанс того что навык поднимется а я слышал что вы идете в арнику я майлз здешний бизнесмен хотел быть бизнесмен конечно конкурентов у меня теперь немного большинство местных испарилось прибытием чернокнижника факе спилберг его солдаты творят пищи в округе но это моему бизнесу даже на пользу никого никогда не бывает дома кстати о бизнесе я сейчас работаю над скромным дельцем спасение за награду немного помощи мне не помешает похоже вы бы для этого подошли что скажете да замечательно как я уже говорил эти солдаты наделали диаларнику я только что видел как они похитили кое-кого кстати симпатичную женщину не то чтобы я не стал спасать уродку особенно если за это платят я без пристрастия да шанс встретить динозавра 50 на 50 на улице либо встретишь либо нет так с фаерболом но с фаерболом кстати не только 50 на 50 я бы и сам ее спасти попытался с фаерболом шанс 33 угадай почему конечно отправимся конечно отправимся у вас возникло несколько вопросов женщину спасти которая разбилась так меня зовут не могу сказать о себе слишком многого а да ходят разные слухи но вы не обращайте на них про бурса ничего не знаешь про монастырь что-то знаешь это на север а затем на запад от города и чуть вперед пропускаю их слухи как ты стоять здесь и просто трепаться нет ни малейшего хай гарди один из них стоит прямо да скастовать не скастовать и получить себе в лицо фаербол что дает параметр артефакта и позволяет опознавать шмотки которые ты находишь большинство вещей они не опознаны там значок вопроса висит типа хрен его знает что ты подобрал вот чем выше у тебя знак этот навык артефакта чем выше шанс того что ты его опознаешь но если у тебя есть маг или алхимик или епископ там или не знаю псионик у них есть спел опознавания вещей так что один из лучших спутников но он неплохой дамагер потому что вор но потом я его поменяю арника что ты про город расскажешь в монастыре не поговорил с роботом он разве в монастыре вообще а кстати да я ж не поговорил в монастыре с этим самым чуваком лоу точно точняк но я все равно вернусь туда если он там будет стоять еще спел на себя 10 процентов ну там хороший шанс в желтом секторе правильно использовать спел ну да выгони потом к тому же прокачиваться быстро здесь тоже не знаете не слишком профитно потому что моб это тоже качается типа иногда выгоднее замедлить я думаю что они около места крушения идемте вызволим ее но вор нормально держит удар когда у него скрытность прокачана без прокачанной скрытости он хреново держит удар то есть когда прокачает скрытность тогда нормально будет а поначалу там ему купить еще два воровских кинжала которые стоят до хрена он видишь вот без знаний артефактов ну кстати ловкость 10 скрытность 5 нормальный кстати щит выпал ловкость 10 скрытность 5 нормально я бы тебе его дал наверно два кинжала тебя хотя с другой стороны вора можно и на один кинжал плюс кровожатому дать вообще а так кому я могу этот щит дать барду могу кстати плюс 10 ловкости да барду наверно окей ты понимаешь навык скрытости у нее не появится конечно а нет появился лоу чуть чуть скрытности хороший щит кинжалами раскидываться некому ну типа того да я тут куча кинжалов кстати нормальных вот за счет знаний артефактов могу опознавать уже вещи не все конечно но если дать ему просто меч и щит и типа вор который раскачает себе скрытность и щит будет практически неуязвим а с мечом не сильно меньше дамага чем с двумя этими же кинжалами давай так и на мангах и на маньди ше остались от лоб рапира отравлена до нет 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 и Я слушаю! Надо бабу сразу вытащить. Вот так-то бомжи там на 50 хп по идее не сильно опасны должны быть. Может даже без фаерболов разобраться. Надо спелл взлома и кровожат убрать сразу. За счетом это уже считается скрытность. Давай-давай подходи, подходи родной. Так, Дудим. Дудим, ждем, чё? Как ими кидаться будете? За табличкой под статуей тайник. Ах, ты ж мамкин спойлераст. На, посмотрю. Как красиво стоят под Дудку и под фаербол. Световый Борис и Бритвы. Ну, типа, давай два маленьких фаербола. Так, ну, дунуть, конечно. Чё бы не дунуть, если можно дунуть. И бахнуть шокером. Ну, давайте, ящер, на вас вся надежда. Как с Дудкой сразу пошло веселее. Тебе тут на 50 дамага тоже нормально так заезжает. Ну, давай еще Дудку. Чё? Ещё фаербол. Какие слабые фаерболы. Ну да, с волынкой, с волынкой. С кожаной волынкой. 25 интеллекта воинов и писков. Пройти игру получится, то снимаешь шляпу. Ну, посмотрим. Хорошо. Я думаю, я усилю. И есть. Так, нет, подожди, нельзя бить. Нельзя интеллектом спамить. Это будет фейл. Если я буду интеллектом спамить, сейчас прокачаю себя выше. Тебя, этот, мозги, это будет плохо. Так, ну чё, Дудим ещё раз. Хорошо. Дальше с руки доковыряем. Да, доставай волыну. Маслину поймал. Плохо. Не сыграл на Дудке. Не сыграл. Ладно, по идее, с руки дальше доберём уже чё. За одного там покачают кинжалы. Древковая покачают. Плётка покачается ещё. Ой. Остальная кожа ещё покачается. Остальная кожа ещё покачается. ООО. блин этот звук плетки просто какая самая любимая игра дэнди диснея блин вспомним еще кигры были именно диснея но я помню что скруджа макдага который на этой прыгал на свои тросточки по нему драгона собирались и по очереди играли там поскольку то жизни каждому давалось мистер щитец кинжал двойное оружие древко в одну древко вот будет качаться то есть древко вы сама по себе не прокачиваться мне нужно его дальше топить топить и максить так полутана хорошая да хорошая можно за амбулитами сходить там пачка андедов но мне было еще рабосики идут с этими уже конечно сложнее них поменьше набьют они больнее попробуем с ним еще без отдыха попробуем даже русалочка аладдин но кстати да аладдин был клёвый на валадина не так много играл вот дюк тэйлс точно много играл но проскручивая макдага а так именно на деньги вот блин надо неплохо помню игры на сеге когда получше по ощущениям что сложнее десли визарды но нашел что сравнить вообще визарды сложная каты если не знаю наверно как я просто прешь вот так вот на морозе а если как папке качаешься где-нибудь в пять часов на крабе наверное не знаешь только самое начало игры застал дальше не проходил как он дальше будет сложно не сложно учитывая авто левел дес он такой просто привыкаешь постепенно запоминаешь тайминги и все такое кого там долбишь а там это пришел святой отец я буду фраги стелить наверно даже как-нибудь без дудки обойдемся автобой ящера пусть раскладывать всех тоже скруджа играл да слушай там не кажется все скруджа играли там я помню еще была была какая-то игра про джипики сам где два джи поехали там нужно было что-то солдаты из каких-то этих доставать из задницы из какой-то вот типа разбиваешь это казарма то солдаты выбегает их подбираешь там можно было бомбы кидают джипа вроде так и называли джипс что ли игра я помню мы с другом все залипали как-то по-другому называлась но суть была именно в этом на твоих сиди похоже такие же упоротые так ну тут у нас гости подожди так надо бабу бабу достать давайте сначала бабу достанем джекал вот точно джекал точно точно вот вот игра крутая была много в ней играл типа тут папашки вид ради качают себе обычно теологию становишься в костер тебя горит жопа ты себе лечишь жопу качаешь навык вот как-то так да так я так за грегора получил опыт вначале например я там не особенно его убивал его этот крыса гуфнула а опыт дали мне жаль ты не можете перчатки взять не вроде супер тяжелая да супер тяжелая прям ну ладно дадим кому-нибудь из войнов что нашел что нашел ножик нашел эта штука явно для механика когда-нибудь пригодится наверно можно присесть все таки там же файт не начнется пока я не войду под восстановиться по фея там потом даригенит все оставшиеся так давай дудку у нас поторопиться то говорят она умереть может штука вообще не пригодится обидно хилы пирсов хранить чаще из-за перестроения во время боя я так понимаю если заходят куда-нибудь со спины то кстати войны мне намного больше нравится чем то что у меня были там тогда самурай с этим с ниндзей с их там два-три дамага дверь закрыла убежал ну там телочка ты смотри чтобы телочку не стал спасать она вроде симпатичная даже и одноглазая на просто правильный выбор жизни сделала поэтому с одним глазом до до 21 неплохо кстати айпас памяти с полами дешевскими нас там тринадцатом да все равно самура это с его тощий жопой за кровожада вообще ничего не делает с кровожадом начать начинает из себя представлять единственный плюс на может потом магию если прям целенаправленно раскачивать ее ну блин раскачивать самурая магию это такое вот у воина я свой берсерком просто стоишь и долгишь там нормально так дамага до ниндзя пока монстром станет вон там баба с ноги тоже разваливает чё на монстр здорово в корну этот шанс убить с одного удара слушай он работает так редко вообще особенно на эксперте что это просто забей там блин одного слезнюка из 50 убьешь ты с этим критом все знаем проходили может быть на нормале она часто критует но блин на эксперте как-то я вообще не ощущал этих критов неудасюд например намного комфортнее было с вещами доходить чем я до сюда доходил там с ниндзей и даже нельзя самураем докачивал до 12 уровня у них там вроде уже навыки блин ближнего боя под 60 под 70 ему нунчаки покупал зачарованная катану там в эти вакидзаши кровожада давал и клинок демона и все равно куда говнище который еще и стамина моментально себе сливает в ноль о чтоб крит пропал у меня у ниндзи был крит 121 то есть этом крит был раскачан до 121 и при этом крит овала только один слезнюк из 50 умирал может накачать битсуху дома конечно можно шесть феи ниндзя и фи с ролем по клаве но если только шесть феи ниндзя да жаль что всего одна палка для ниндзи феи до мать его слизи не видел до до мать его их не докачивался у меня вон чупака есть надо мать его слизней чему лара крофт возвращение в детство треугольные сиськи кайф же но других классных посохов ну для феи ниндзя всего только один классный посох все остальные так прошвырнитесь по окрестностям и узнаете обо мне все что нужно а я вижу все ну кто ж не знает действительно крыса я не хочу про сплиттера никто не знают по моему витя сделала правильный выбор как говорится вилкой в глаз или на пику раз как она все хайгарди айгарди это ты хорока даже лучшим хитрость писать можно знаю их послал как-то да я потом писал как его крысу писал можно было только ниндзи на кулаках но если уж ниндзи соло проходили всю игру ничего удивительно что ниндзи под конец можно ну понимаешь под конец игры как бы то есть терпеть всю игру пока вот у это чмошный ниндзя раскачается пока он там себе ладно в соло еще ниндзя хотя бы качается быстро потому что он все плюхи принимая там обузно да не обузно это уже другое разговорно типа в пати чтобы ниндзя прокачать нужно всех в дэв ставить чтобы он именно с руки белыми на он нужно его мозги качать нужно ждать терпеть 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 пока он раскроется и только потом о май ес в конце он будет что-то из себя представлять да ну его в жопу проще вон воина взять который сразу полицию бьет но на мой скромный взгляд конечно у меня он епископа хватает чтобы потерпеть с епископом терпишь с низи терпишь по самураем тоже терпишь с чубакой тоже надо черпеть пока там нормально стрелять ничто не начнет вернуться домой удалось лишь семь лет спустя фу епископов что он сделал с моим глазом довольно стильно на самом деле выглядит до игра про то как терпишь но хотя бы с воинами не так сильно терпеть надо просто взял им воинов они давно по 50 выписывают и нормально не ваншотят как ниндзя но блин эй приятель может затолкать тебя в глотку мой ботинок на высоком каблуке только не ври что тебе это понравится все классы терпит но воины не терпят я вам вообще ни разу не чувствую что в войны терпели так да на глаз а куда еще ну типа ему также можно просто я по укачал дамака ловкости нормально вообще заходила типа своего бэкстэба там если еще кинжала много урон наносит вообще кто-то происходит на понравится то это маловероятно маловероятно но нужно порвать его сразу типа в этот двойные кинжалы а кому я дам кстати меч кровожат а ну барду дам кровожата точно этому два кинжала типа восприятие интеллект чего-то там восприятие интеллект ну типа да будет медленнее качаться кинжала джал и качается с ловкости подвижности ну типа кинжала сами прокачается у тебя так или иначе ближний бой но можно подкачать можно стрелковый подкачать двойное оружие вроде хреновата да ловкость восприятия иди двойные тоже нормально качается но тебе в пати придется вручную качать скрытность туда скрытность двойное и стрелковый наверно как-то так визар d7 тут там такой от вообще почитал по это визар d7 там чтобы его пройти нужно вообще тетрадку целую заводить и рисовать там на карте то нафига тебе подвижность качать вору видел сколько дамага он наносит но типа его бэкстеп еще на силу перемножается мне кажется просто силу и ловкость типа то что он раньше будет ходить там нафиг надо то ладно я понимаю качать ловкость подвижность тому же нельзя потому что там больше ударов и шанс крита и то такое говнище получается через эту ловкость и подвижность тоже не кажется даже ниндзя и самура и проще силу качать и ловкость также и вору пульше кпд получится по итогу вот потом может быть тоже ловкость сила тоже кстати быстро прокачается сюда тему тройной арбалет от этого от механика да ну да это так ладно там прямо туда каждый каждое вливание подвижность добавлял тебе дополнительно атаку так что не происходит еще от навыка владения оружием зависит количество ударов так это я чё качал а ну да силой восприятия до качал точно точно да алхимию тебе блин у него разведка сама по себе не качается это плохо интерес нарисовать карты а сейчас это вообще нафиг не надо блин а даже такое забей вообще чего урона кинжалов зависит разве не от силы все милишное оружие зависит если что кинжалы как бы от ловкости подвижности просто прокачиваются быстрее если что есть кинжал там стилет есть десяти процентным шансом ну блин шанс умертвить это такое а дамаг понимаю что вот эти навыки как бы но вот это вот да то что здесь написано доминирующие свойства это они не на дамаг влияют это не дамаг это даже не шансов падания это просто вот эти чем выше эти параметры тем быстрее но прокачиваться будет по кинжал быстрее качать у тебя много ловкости и подвижности а меч быстрее качать у тебя много силы и ловкости вот и все на дамаг тут вообще никак не сказывается сила только сказываться на дамаге все все таки в разведку вложусь разведка алхимия и воздух все остальное само качается прекрасно здесь водки прибавка корона 32 она точно от силы идет вот к бабке не ходи не знаю найду шмотку какую-нибудь бонусом к силе вот посмотрю еще хотя чё далеко ходить можно просто ему где там меч у меня есть меч вот смотри прибавка у нее 32 у нее кин два кинжала 32 прибавка корона то есть если я возьму меч но меч это точно от силы скейлица правильно правильно опачки что то не изменилось прибавка корона то что то как было 32 так 32 и осталось ловкость и бонус инициатива на кинжалах ну так я к тому что блин он милишник и силой влияет на дамаг плюс перемежна с перемножается с бэкстэмом этот дамаг что видимо он имел ввиду что для использования кинжалов нужно прокачивать именно ловкость чтобы было больше дамага но нет дамаг бафа это сила а не ловкость тут воровские кинжалы здесь косарей продаются нужно их парочку купить и чтобы было в муровине стифак писать но в муровине хотя бы карта сама по себе рисуется здорово воду уже не так грустно мне нужно купить спелл взлома и потом идти тут повзламывать кое-чего но перед этим в вооружейную зайти надо найти кого-то кому продать всякий хлам то есть мне нельзя продавать хлам этому брафиту потому что мне у него книги выкупить будет и зелья у него поскупать сколько у меня вообще бабла два косаря мне нужен какой-то мусорный торговец которого можно все продавать вот туда тёлка вроде да тёлка подойдет кстати тёлка которая банкарники вообще я бы крысу все продавал вон сюда в таверну продавать она вроде дороже всех скупает но у них тоже маленький урон у воровские кинжалы вообще нормально дамаг там выписывают найди фонтан так фонтан в тринтоне не здесь так же их 50 ловкости и 50 подвижности тем более поэтому проще ловкость силы прокачать что летит здесь торгаешь давно да уж ты сказала что отлучишься на недельку где ты была столько времени в храме восстанавливает он вроде один раз его восстанавливает семь долгих лет один раз восстановил и все не спуститься ну да там амулеты будут на регенерацию стамина и ключ от храма кстати там нужно будет клуб достать и меч гораздо больше чем я могла предположить это касалось ну ты знаешь с чернокнижником физика кстати есть обратите внимание я наделала немало глупостей Хелли и все по неопытности не следовало мне покидать в доминос тем более с ним но что поделать время вспять не повернешь он здесь Ви здесь на доминосах по крайней мере мне так сказали да я думал ты про тот фонтан который плюс 5 к интеллекту добавляет скупает оружие да я к тому что типа чем больше продаешь торговцу у него вроде ассортимент не обновляется типа чем больше продаешь всякого мусора торговцу тем больше у него забивается инвентарь и он просто перестает его обновлять то есть ты засрешь инвентарь торговцу и все и потом хрен тебя обновит и ооо а я хочу выкупить книги у Браффита и книги у второй тёлки а этой можно засрать у нее ничего интересного нет и ты Майлз меня удивляет что Вими дело с тебе подобными но у тебя-то мне и нужно твой кредит давно истёк но там старые шмотки которые я продам они убираются у нее из инвентаря по-моему нет по-моему там просто такой свит список охрененный будет нет нет я к тому что если засрешь своими товарами то есть напродавал там кучу всяких кинжалов они потом у него в инвентаре так и валяются за тобой должок Майлз спросишь что будет если ты не заплатишь ни тебя ни дружков твоих тут больше обслуживать не станут так то понятно обновляется причем раз в день обновляется инвентарь но если засрать его то вроде не обновляется ну вот я и говорил старые шмотки остаются и потому в инвентарь перестает обновляться если не выкупать нет уж Майлз на этот раз болтовнёй ты мне задолжал ты и твои дружки вы собираетесь платить или нет это вам обойдется в некоторую сумму поэтому я все продавал крысе у крысы все равно ничего интересного нет наплевать на его инвентарь а теперь многие шмотки нужны куда-нибудь ну так от волнения совсем все вылетело из головы я счастлива приветствовать вас в заведении Хэлли под одной крышей у нас собраны 3С слухи спальни и спиртное и шлю а нет на С же если иском углы порезаться да я тоже обратил внимание когда первый сыграл что анимация реального персонажа проходит когда они говорят внезапно просто казалось бы мелочь но тем не менее прикольно Майлз крыса монастырь а я много чего слышу в конце концов а что люди делают когда выпьют треплются о том о сем прямо сейчас не могу поделиться ничем достойным внимания тринтон а как по английски будет тринтон кстати по буржуйке только могу написать саня сборка скоро ты неплох хайгарди арника чернокнижник я по правде никогда не видела его самого только солдат но услышала о нем много почему бы вам вместо того чтобы болтать со мной не спросить самого по русски да я хрен знает как переключиться на русский тут вообще тринтон тринтон замечательное место почти все мои напитки оттуда если отправитесь туда не упустите возможность побывать в дворце с надоби фас-фаса и передайте ему привет да я просто не знаю как на русский приключиться так бы я написал браффит лорд браффит в храме вы же не рассчитывали встретить его здесь все но почему бы и нет так подожди я конечно сейчас все продам вот в идеале портал поставить у крыса и портироваться крысому чтобы все продавать ему туда будет здорово сверни игру через язык разверни игру аля ни хрена так не работает думаешь я не пробовал что ли это первое что я пытался сделать но ни хрена так не работает к сожалению ловушка ловушечная ловушка вообще его потом на самом деле тут магию земли покачал наверно на этих чемоданах тебе говорят в замке есть вроде восьми шпаловая дверь которую хрен откроешь возможно я уже смогу изучить изъявление взлома на самом деле по крайней мере епископу купить книжку что ладно давай поторгуем у тебя вроде ничего вообще полезного нет то есть если у тебя не будет ничего обновляться то мне в общем то плевать не конечно в стиме купил стоит она копейки так же как аркс фаталис с патчами правда трабла но ничего да 126 пропачил там где пофиксили все то есть всякие у нее тут зелья и прочее прочее просто эти зелья лекаря сразу покупать они самые дешевые они заубузить вы что так продать только вот ты не покупаешь всякое оружие а крыса покупает все что я дели знахарки уже конечно ну противоядие оставлю зелья дракона позволяет дышать охрен бомба вонючка но у меня скоро алхимики научатся в бомбы вонючки но у меня скоро алхимики научатся в бомбы вонючки это не совсем голубое зелье какие игры в 7 это возвращал никакие всегда не успевал хотел как-то мафию вернуть но не успел печалька до встречи так вору дай прокачивать артефакты офига ему прокачивать о кстати узреть ловушка во смотри великолепно святой сапер это это мне прокачает тоже кстати теологию прокачает если я буду ее юзать можно уже идти заобузить типа качаться будет теология и магия разума надо как шарм только наверно святой сапер еще даже проще прокачать что время потрачено я в доту жаль что не так то просто сделать не знаю 999 999 это очень сложно распознать распознать это что просто пилим трена быстрее чем чем мысли считать а потом телепатию то есть докачать псионику и бахнуть телепатию да и это не но короче можно стрелять надолго можно бога запись стопнуть не знаю прокачать хотя бы до до 50 ловушка он довольно быстро прокачивается кстати ну за счет интеллекта конечно не в последнюю очередь относительно быстро качается кликер хира просто ну короче вы поняли да как я прокачаю себе теологию сейчас немного с магией разума мне уже часа полтора качать да не быстрее конечно это вот если в мозгах копаться то да сейчас кое-что еще сделаю потом можно будет стопнуть записи немного покачаться чуть-чуть качаться будете чуть-чуть зато потом в бою не придется бессмысленно беспощадно спамить ну там наверху еще один сундук там бандосы еще сидят я хочу во первых расстановку сделать тебя поставить сюда справа тракте копье твое выдать пику зелье отжать это тоже отжать так вот мана бесплатно так там мана одна разовая насколько я помню что всегда мне нужен книжка взлома что пройти в идеале пойти убрать это купить книгу на взлом вроде он ее продает вы видите алхимию пообузить на деньги давненько никто не посещал наш храм короче заработать денег и прокачать немного магию левел конечно же не прокачивать новость о вашем прибытии разнеслась быстро Виталия Витя как же это здорово видеть вас лорд Брафет вы даже представить себе не можете как я рада снова оказаться дома там максимум окажется раз вроде но это не точно ну по крайней мере здесь который фонтан рядом с ним он одноразовый точно и снизу там вроде тоже одноразовый Билл Тенигрива сейчас ради сотки одноручки спасибо за модную экспу Гроквея я бы здесь не отказался от системы экспу на самом деле тут система скайрима в полной мере реализована типа можем на одном сундуке прокачать магию разума до сотки вообще изи не сходя с места не поднимая уровня он здесь на Доминусе к твоему сведению поверь мне я знаю его приспешники похитили меня почти у самых городских стен потом они заперли меня если бы не эти парни кто знает что бы они сделали со мной ну второго бы глаза не лишили наверняка я бы давно уже сбежала от него домой блин холодно так на хате когда там уже потепление будет вообще и заявляют что взрывчатки внутри хватит чтобы стереть пыль всю Арнику будь осторожен что-то ему зачем-то нужна как он посох держит интересно у него вплавлен по-моему просто в руку его посох я не пойду с ним добровольно и заставить меня силы ему тоже не удастся а вы друзья мои вся Арника благодарна вам за то что доставили ее в целости и сохранности а ты пожалуйста держись подальше от чернокниги вообще по-моему везде холодно если что-то пошло в графит я управляю этим храмом здесь в Арнике когда батареи включает ну да 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 обязательно понадобится она грубоватая но Ви ааа Виталия мы все очень любим наших девочек да просто еще воды горячей нет что тоже сказывается знаете ли заблудшая душа холодно голодно в душе не повереться ничем не могу быть вам полезен а у вас там воду горячей не включили еще в Юбурге это сразу за городом до прибытия чернокнижника это было спокойное место ну а теперь он покинул дубак держи в курсе воду держи в курсе да я к такому не буду как ты я лорд брат понял понял то что от нас осталось мы моя раса разбитая то можно покупать шмотки за номинальную стоимость чтобы сражаться с солдатами и это не так критично чуть быстрее просто заработаешь бесконечные деньги другие как ансель отправились вернуть то что было наше до минус мы живем не в самое лучшее время до стены до минус по-моему один из трех артефактов которые мне нужно будет собрать если я не ошибаюсь остаться в армии надолго не самое лучшее ты из питера ах если бы ах если бы не жизнь была по песне п вдруг сказать страх не жалость что у них под сорок под минус сорок может быть горячего да нет и 10-12 градусов температура вот я там же очень неловко да клин просто забей купаешься в тазике дома дубак дипкейт волна спитера типа вы переписывались или я ну да переписывались пару раз когда он играл мою сборку хороший стример интересно послушать построил жуткую башню за одну ночь ничего не напоминает у нас нет купи масляный радиатор ну как бы осталась всего неделя френч я все надеюсь что уже вот-вот и будет тепло кстати учитывая то что у чернокнижника еще темный кожаный прикид бдсмщика у него очень много общего с ну угадайте с кем кто там башня воздвигает за один день черная но не мне они анпани ансельм ансельм мой владыка ну не считая панзанга конечно я молюсь об успехе его вперед кстати хороший мне нравится назвучка в случае неудачи мы теряем самовозможность восхождения я лишь надеюсь что в своих поисках он опередит именно именно дар все отца всем живущим дэстине дэминос мартен он сам про мартена говорит что прикольно можно прямо в тексте нажимать на кнопки то есть не обязательно еще вбивать то есть я могу просто нажать на вот так вот мне нужно заняться неотложными делами не хочет говорить о нем тебе может нужно по бружуськи написать по идее пофигу должна быть лол это не работает два раза кликнуть ха если он вас так интересует пожалуй вам стоит расспросить о нем кого-нибудь из эволха эволха лунный легион хайгарди но иногда работает 50 на 50 шанс сработает или нет лунный легион хайгарди окей так ладно слушай мне у тебя нужно знаешь что да нет ну видишь иногда это срабатывает он воскрешалить и стоит 2 косаря короче поэтому не хотел тратить книга чар общего отдыха вот это вот все вот это все надо будет купить книга чар это как раз таки зачарованный клинок а у тебя ли вообще продается кстати дать ему бумажку из монастыря какая то у меня кстати была бумажка что было просто мартен аааа короче смотри то есть я у него скупаю да каждую неделю ну как каждую неделю каждый день зелезнохарки и зелели лекари у них 23 даже суть то в чем короче сразу на фонтан ну можно и сразу на фонтан то есть скупаем у него зелезнохарки и зелели лекари просто объяснил вдруг кто-то будет смотреть и вдруг кто-то еще не шарит это все работает если алхимия 15 то можно делать где-то мой алхимик был фея у меня была алхимиком да вот можно конечно смешивать по одному но смысла это не имеет пока мешаешь всякую мелкую дрянь типа зелезнохарки плюс зелее великолепно лекаря знахарка плюс лекарь великолепно великолепно их можно разделить по одному смешивать тогда типа навык быстрее прокачивается но поначалу слишком медленно когда там до сорока докачал алхимия уже будет поинтереснее алхимия будет прокачиваться сама по себе великолепно а так чисто ради обла и побыстрее чтобы это вот так вот сразу массово смешиваешь великолепно плюс если еще есть почему не маг глина у него будет деревянное где-то глиняное копье да в смысле абуз ну да абуз который так и не выпилили даже этими патчами неофициальными и типа еще можно опознание заодно артефакты прокачивать еще можно прокачивать скилл опознания то есть ты можешь все эти банки отдельно скрафтить у тебя будет миллион банок неопознанных на каждую банку еще после этого юзаешь опознание и сплом из этого из ментала короче и еще ментал прокачиваешь но так довольно легко прокачиваться и без этого так что такие дела здесь я так же говорил ну кстати озвучку можно поменять в любой момент если что если что-то не нравится озвучка или картинка то просто берешь там меняешь на что угодно было бы желание я верю пока они меня не утомили пусть будет так на абуз да в смысле абуз так это работает здесь если нет алхимика то сейчас эту всю хрень продам еще все нормально пацаны все по плану а я сюда не пойду потому что мне нужен взлом опять же мне нужна книжка взлома нужно пойти продать эти сейчас эликсиры которые я сделал и купить книжку на взлом наролить еще книжку на взлом кстати так там можно и маги воздуха прокачать нисходя с места до потолка ну класс можно поменять но смысла в этом не особенно много говорят в прошлой части это была жуткая имба и очень полезная тема кстати у меня вроде пропуск есть сюда вроде бы сканирование удостоверение легиона отсутствует в доступе блин а я его где-то находил ведь так нет понимаешь механик то щелкает замки на раз-два но я хочу магию земли покачать я хочу купить книжку взлома и прокачать магию земли короче этой тетке продаем она дороже всего скупает можно конечно и браффету назад продавать но типа выгоднее именно этой тетке таскать и продавать и то есть у меня было шесть косарей когда я начал закупать все а теперь похоже пятнадцать капа как из шести тысяч делать пятнадцать ну вы поняли увидимся тоже типа две мира высокотехнологичная раса да нет здесь вроде все этот не две мира все такие высокотехнологичные ну мир чем-то наверное напоминает арканом моя по крайней мере ближайшая ассоциация в этой тетке вроде должен быть снова взлома третий размер тут мне кажется меньше ни у кого нет он даже посмотри даже здесь явно прикольно что у нее физика есть реально физика есть то есть все из углов и но при этом есть физика лол такие дела луки вообще типа инопланетяне которые сюда прилетели да который чубака вон карточку выкрасть я думаю что я не смогу у нее ничего выкрасть потому что у меня кража ни у кого толком не качано но вы ведь не меня слушать пришли вы пришли что нибудь купить или продать естественно естественно у тебя должны быть книжки где-то всякие сюрикены проще клин а вот свиток мне даже не свиток по определению мне нужна книга вроде вот так вот да 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 книга общего отдыха шарма ужаса чар клинка вот книга взлома да то есть мой епископ по идее уже может изучить начать качать магию земли а вот книга определения еще не скоро наверное появится книгу шарма надо купить еще потом прокачивать да электроды никуда не денутся не знаю зачем они мне а в сундуке в задней комнате тогда я сейчас заберу да как раз начну качать книга реликтов это а книга реликтов кстати вы меня обманули книга реликтов опознает предметы знание вещи вы меня на я обманули там говорит 12 уровня она продается да 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 cool story боб как говорится вот то есть так немного посмешивая зелья можно покачать своего епископа нужно покачать своего епископа великолепно вот теперь можно в банк сходить тут ловушка эй куда уехала все ловушка да так же нужно будет чубаке потом скилл взлома купить тут на одном чемодане можно в принципе и сначала можно было ловушку конечно а ты же не сдохнешь нормально все шмотки распознает лупа но фраза великона не стоит нет пока нет познание на третьем появляется и в продаже появляется просто там говорили между на 12 уровня появляется опознание и все такое кто-то там рассказывал все эти cool story то есть на этом проще всего именно прокачать магию земли ну и волшебство заодно прокачивается нужна карточка энтони чтобы забрать карпажат банки еще можно сходить теперь вроде в домах ничего особо интересного до смерти докачается не до смерти но ну точно не на записи буду делать я отрублю запись там потому что позалипаем какое-то время тут надо еще потырить нужно будет нормальная копья купить сейчас это очень сложно распознать да че распознавать распознавать так раз не очень сложно ну в пилу дружбу все сливаем потом во взлом все сливаем Классно карточка энтони магия земли магия разума все качается почему кстати магия разума потому что Потому что это священник и псионик У меня псионика сейчас выше теологии, получается, прокачана А, потому что это заклинание мага в злом Поэтому качается псионик Не, подожди Почему у меня псионика качнулась? Ого, да, игра 2000-го вроде Играют по хардкору Как раз-таки, когда играют по хардкору, а будет вообще все подряд Че там, блять, зафейлил? Я должна качаться, по идее, сейчас теология У меня теология выше прокачана, соответственно, псионика не должна качаться Спелл опознания Вещи, это точно Ну, типа, если я буду опознавать вещи, то точно будет качаться Теология Тут же никто не заставляет до сотни качать Ты есть Можете теперь спокойно, по идее, опознать все шмотки Если даже не с первого раза, то со второго-третьего Магия разом будет прокачиваться И, соответственно, теология Максимальная сносность не надо обузить Да, блин, даже в Скайдиме то обузят Че уж там Тут вопрос, понимаешь, в том, насколько ты собираешься обузить Блин, какой-то тонкий Так это феечка вообще Если уж на то пошло Феечка должна быть тонкой Этого чувака нужно купить Ну, можно отравленный кинжал поначалу купить В принципе, неплох Не воровской, конечно На воровской нужно еще наварить зелий Вот Ну, ну, дахи такой себе, конечно Вот я нунчаки покупал как-то ниндзя Мне кажется, без прокачки силы Этот шанс нокаутировать 15 превращается в шанс нокаутировать, не знаю, процентов 5 Вроде как с прокачкой силы, по идее, шанс нокаутировать должен нормально работать Но он по факту нокаутирует крайне редко Отдай ему кисак, который колун Скорее, митого обузов слишком много Сейчас отдам Сейчас посмотрю, что у него нарандомилось Копье для Валькирии одноручное Ручное Инициатива минус 6, поражение минус 2 Насколько она вообще хорошо? Вот это вот Шанс убить 4%, 6.21 Чисто для Валькирии У тебя тут все равно инициатива минус 4 Ну там будет минус 6к, нахрен разница Дамага побольше Стоит не очень дорого Вроде бы неплохое Но моим не подходит Да в смысле не тратить деньги? У меня тут бесконечные деньги Алё Я чё угодно могу себе купить? Вот, кстати, это поножа Аберона, которая нужна... Ну, Барду Блин, только Барду, да? Барду нужно будет купить за 2 косаря Очень круто я Тапки нужно будет купить 7 На плюс 10 Чарованная катана Хотя бы что-нибудь такое базовое Которое там 2-3 тысячи стоит Закупиться На корабль копии Да-да-да-да-да Скальтер, пластинчатые эмитинги Кортик Линкор там А нет, кстати, копий нормальных Не нарандомились в этот раз Но только для Бабы вон Ну, отравленный кинжал Куплю, ладно На воровской долго окопить Пока с отравленным побегаю Он, конечно, проклятый Но пофигу Копьё короткое Лучше пока ничего нет Таки да Ну, сейчас в тюрьму еще сходим Феечка И восстановиться только Единственный минус Пока я тут буду спать И качать магию земли На замках Будет всякая дрянь спавниться Увидимся! Да! Предмет проклятый У меня есть епископ, который проклятие снимает Так что Плевать Не знал, кстати, как епископа вам вообще проклятие снимать Пришлось В итоге взял спелл снятия проклятия И оказалось, что он нафиг не нужен Потому что епископа без спала снимают проклятие Со шмоток Так Ну, что с этим копьем получается? Тут 10-22 Тут 8-29 У тебя там минус 6 к инициативе И поражение Ой, минус уходит Да я вообще еще ничего не продавал Так-то Не, все еще валяется у себя Все эти кинжалы, которые я таскал с самого начала Все-все-все-все В семью Все себе Заперто Да, заперто Надо открыть Надо, кстати, волшебство будет качать Что мне большой плюс Моей земли Банк нет, еще не грабил Но я в банке могу уже кровожат, по идее, забрать Смотрите-ка Что-то движет Блин, там эти рабосики сейчас подойдут, да? Тут уже Уже идут Голем охраняет Как у нее вообще к ячейке там, да я... Я не совсем понимаю, как там к ячейке мне на халяву доступ получить Голема-то я не боюсь Не окупается Проверяет задание с ограблением Че умер-то? А, фатальный удар, лол Ваншот сработал сразу же Лол Тут тоже ваншот сработал с копья 59 дамага Помню, блин, как я тут страдал с этими И самураем, и ниндзя Это просто забей Просто с копья ваншот Голомо-пасть Я еще зачарованный клинок не купил пока что Банкиша вручаешь карточку любой, и она открывает банк, да? А, то есть даже так? Ну тогда есть смысл сходить, барду взять сразу меч этот Ну Вита может лицом торговать, она все равно скриснет Пойдем, сходим Если карточку только нужно предъявить Здравствуйте Добро пожаловать в банкарники Чем могу служить? Вы хотите выставить деньги на счет или снять? Ну, воины, берсерк Берсерк удваивает дамаг Вот и Стоит в одну харю Да разве? Она вроде с этим свором стоит вместе А как ей карточку? Прямо на нее накинуть карточку? А, вот так дать карточку? Типа дать карточку, допустим, Энтони Где она там есть? Карточка Энтони Так Стелс опять ушел Да, так сейчас я просто хочу О, точно Я что-то не шарил в прошлый раз И нажал там на кнопку На меня весь банк загрелся А, ну вон на чем оказывается Поехали Хочу тут базовое задание сделать Произовер Потом включить свет И Немного подобудить Чуть-чуть Да я в прошлый раз так одеял Типа Убивал Сейчас мне нужна карточка Энтони Сейчас так делать не хочу Самое забавное, что у меня Короче, охрана, которая ходит снаружи Ну, по улицам ходит Они накинулись на тех, которые Напали на меня здесь в банке То есть они, видимо, не дружат между собой Уличная охрана и банкиры Ко мне пытались убить банкиру И меня пошли дефить эти мужики с улицы Такие они клевые На самом деле нет, не клевые Вот он, типа один из лучших мечей Как я понял В игре Который сразу на качество На новый уровень выводит Потому что не инициатива плюс 6 Он дает берсер, как у воина Кому-нибудь Типа двойной дамаг По-моему, он раньше давал еще плюс 1 атаку Ну и навык меча увеличивает, да А мне его давать особо некому Только если вот вору отдать И Хелли ты карточку взял? Да, взял Ну тут вроде кроме меча Ничего особо интересного-то и нет Типа сразу 8-20 дамага И 6 инициативы И все Да, ну с ним, типа Этот, скажи С ним, типа Начинают джебошить и воин, если он с мечом С ним начинают джебошить самурай Если у тебя самураи есть в пати Вор с ним начинают джебошить Очень круто Ну, типа Вообще для вора вроде один из лучших мечей Если не лучший По крайней мере, поначалу Ничего круче нет Этого меча У меня теперь Барт Берсерк А остальное вроде тут мусор Если я не ошибаюсь Ну, типа Какие-то бомбы там Какие-то шляпы Короче, вот Все такое, знаете Которое Не особенно-то и нужно Единственный минус меча То, что он проклят И, типа, нельзя во время боя его снять Ну, тут всякая шляпа Дебой взяли дракона Если только ускорение там Кстати На рандоме лазь 2.9 Дароносец Ну, такой себе Так, длинный лук пойдет, наверное Вору бомбы дай Зайдет на ураду Нафига ему Боти Дом Ну, типа того, да И что-то карточки тоже наставлю Прям как в доме Зачем ему бомбы Если он С кинжалов Там такой адский дэмэдж Будет выписывать Лучше пусть он кинжалы качает Но если прям совсем прижмет То я могу и Бомбы, конечно Поюзать Ну, вот Дальше качаем Могию землячу Зато там волшебство Покачается Будет любые замки Открывать Бомбы против стрелков Плюс эффекты от бомб Ну, там вроде есть Какая-то прикольная Бомба смерти Которая Заклинание отражено на мага Сам себя вскрыл Прикольно, кстати Когда фаерболт Сам на себя отражаешь Типа Блин, вскрылась Черт Когда фаерболт Сам на себя отражаешь Ловишь фаерболт лицом А что происходит Когда отражаешь От этот Вскрытие замков на себе Себя вскрываешь просто Вот, кстати, алибарда Вот, алибарда Тоже хорошо Клаймор Клаймор, Карл Тошнота Ну, у меня скоро Алхимия, кстати, его учит Тошноту Клевый спел, да Враги просто ходы пропускают Так, кому, кому Там, нет У тебя копье просто, да У тебя У тебя пика 7-16 А у тебя копье хреновое, да 1-10 Да, вот тебе алибарда 10-34 Ну, да, в два раза Почти больше дамага Правда, инициативы меньше Но Хрен с ним Как-нибудь переживем Вскрылась, не прокачалась Да Да ладно Тут, говорят, где-то замок есть Который восьмикнопочный На нем можно До хрени Сколько качать Да, шо-пацаны Вскрываемся Вскрываемся Что делать Так, постепенно Почути-то Проще всего, наверное, так Магию качать Именно Качаешь, она постепенно Прокачивается И шансы твои каждый раз Увеличиваются На то, чтобы Вскрыть Довольно тогда Быстро все происходит Что тоже прикольно Лезвие брызнуло кровь И кровь кишки Мясо просто Вскрыл замок Называется, магией Там просто Вроде не все замки Можно вскрыть магией Поэтому я прокачиваю Взлому этому механику То ли, когда прокачиваешь Открываешь Какой-нибудь чемодан Магией Там есть шанс Того, что Повредишь То, что Блин То, что внутри Дом 2 проходил Так Стим Мышку сделали Через одно место Теперь сперед-назад Входим Мышку В вертикали Возишь Но можно Как-то Перенастроить Эту самую Сенсу Мышки Последником Дверь на полную Да, это Я в курсе Да Это я в курсе Сейчас Ходим Закрыто Где вот эти самые Восьмизамочный замок На ними кажется Можно бесконечно качаться Хрен когда откроешь Но пока совсем Магию земли Наверное Не прокачаешь У меня в принципе Феечка Которая быстро Регенит магию Плюс Барт Которая ускоряет Регенерацию магии Поэтому все Довольно быстро Происходит Время драться 255 хп Здравствуйте Добрый вечер Хорошо Есть Если я вообще Пробью Кстати Я забыл Сохраниться Да Очень Сейчас Сейчас Кажись Кто-то По щам-то Знатно Отхватит Сейчас Какой бах И смертельный Выстрел Работает Нет А подожди 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 Не мы его не убьем Кстати Затем В смысле Там должно было Бегство от смерти Сработать Не-не-не Это фиаско Братан Да Это фиаско Я сохранился Только где А Перед этой дверью Ну в принципе Нормально Это нормально Я чё-то в прошлый раз так быстро его убил что Как они обузилить до максимума Тут дальше Бежали Тут качаться Да И чё Бузить-то Ну сколько прокачается Только прокачается Вон видишь Не пойду туда Причём там какая-то шляпа лежит На самом деле Этот голем охраняет Что-то не особо ценное Если честно Я вроде убивал его Забирал Но там Ничего такого Что прям Вау Да Сложно упасть По огромному куску камня Чем выше Уровень Тем больше процент Там по-моему Вообще Напрямую Зависит только От взносливости Типа Если есть взносливость Воскрешается Нет взносливости Не воскрешается Типа Если у него будет Лоу Вносливость Ну вообще Очень мало Стамины То она не воскресится В любом случае Какого бы левела Она не была Ну ладно Пока кровожат забрал Там в принципе Особо больше Делать ей нечего Можно пойти Забрать вот здесь Вот на днище Еще Амулеты Для барда И механика Сейчас будет Перыв на бояру Да Заодно тут же Ключ от храма В котором меч и щит Броня снимаешь Броня убиваешь Как видишь Он убивает меня быстрее У него три атаки Заход И Как-то очень много Мне прилетает в лицо Вот эта штука Восстанавливает магию Все В общем один раз только Можно на другую планету Улететь А вот этого я не знаю Не так много Наиграл эту игру Какого он уровня Да ничего не посмотрел Ну я вроде на восьмом Девятом его убивал Когда у меня там Пати была Ниндзя Самурай И что-то еще Тогда вроде Ваншот прокнул Просто и все Отвалился Но он тогда Меня не дамажил особо Шмотки были Чуть получше Заперт Изакар Агил Агил Изакар Но у меня в любом случае Как бы оно довольно Быстро все открывает Вроде могут быть проблемы А могут и не быть Учитывая то что У меня феечка умеет Изгонять Нежить Ни их перелетов Только сбивать Еще фонтанману дает Давай изгнание андедов Тут я обычно пару фаербулов кидал И там все заканчивалось Кстати изгнание андедов Довольно неплохо работает Хорошо Парализовало почти всех Так, да Что у меня за упор Та расстановка Кстати А, я же не подтвердил Да, все Я понял Да, я Зафейлил Да, где папашки Сут просто Я два фаербола кидал Тогда и все На этом все заканчивалось А учитывая то что У меня феечка Епископ Изгоняющая Нежить То Вон бард По сороке Просто По сорок Дамага Выписывая Два Две атаки По сорок урона Пятнадцати сорок Больше чем Воины просто Все что нужно знать Про этот меч Но с ним в принципе Любой начинает тащить Поэтому Как бы Есть смысл Вору отдавать Отдаешь вору И его бэкстебы Типа еще в два раза Страшнее становятся Жаль Андыда всего нет Раз можно изгонять Просто посмотрите На эти цифры Какой ад Начинает творить Барт Просто с руки Чуть и кстати Пушку сменил Войну смысл Нет давать Потому что Война и так Берсерк есть И без этой пушки Да Он Благо он не выходит Из-за колонны Потом мы с ним Потом разберемся Пока покачаем Ближний бой Стрельбу там И плетку Какой-то Борис Бритва Борис Бритва Либо Борис Хрен попадешь Ну можно по чуть-чуть Качать лечение Барис 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 Пусть посохи качает. Будет там долбить. Тебе и бумаги надо прокачивать. Можно опять же поспамить там слабенькими огоньками. Ай, все, не успел. Так, древковая, древковая. Ну, как я и говорил, да, древковая, все качается. Да, кстати, он еще и нокаутировать может вообще. Просто бонус к инициативе. А, на Дароносце что? Кстати, стальной шлем никому не нужен. Вон, кстати, валькирий же стальной шлем. Неплохо заходит. Так. Палка, палка, палка. А тут минус инициатива. Оно, в принципе, не так критично. Можно второй слотец взять. Самая мелкая, самая вредная, да? Как там стальная кожа пожевает? Да, что-то хреново пожевает на самом деле. Вручную как качал там на 4. 5. До 5 прокачалось здесь. Ну, кстати, качается, но очень медленно. Но, в принципе... Главное, что качается там. По чуть-чуть до конца игры это качается. Поэтому я увидел, чем раньше жопу накачаешь, тем раньше получше этот навык, с этой стальной кожей, тем лучше. Чем раньше начнет прокачивать он сам, тем вот... Тремонус там, это проверю, проверю. Не переживай, все будет. А вот это безумие, да? А, это страх просто. Чем всех вырубил. Ай, да че за... Блин, я все забываю, что у меня это-то... Блин, твою ж мать. Надо расстановку поменять. Я думаю, че у нее никто не бьет? А потому что у меня же расстановка кривая. Барт не дамажит. Можешь, конечно, его с полами закидать. А давай его изгнанием нежити бахнем, а? Да че он там? Че он там о себе думает вообще? Сейчас будем на друг друга бить. Да? Безумен. Мне кажется, что у меня Барт своих же не убил. Гораздо лучше. Мне стало намного лучше. Отлично. Гораздо лучше. Смотреть ты, Барис Бритва, конечно. Просто Барис Бритва. Хорошо. Надо зачарованных линок еще, чтобы почаще попадать. Ну ладно, так нормально. Вот видите, мы не убили своих. Кто там переживал? Сейчас говорит, своих поубиваешь с низким интеллектом. А можно было и шокером. Просто хотелось, чтобы покачали немного ближний бой. Вот, ключ от храма. Самого стартового. Нужно будет туда вернуться. Там можно будет поднять лук. Крутой для моего... Ну, может, не слишком крутой, но нормальный лук. Для моего этого снайпера. И меч. Но меч давать некому. Просто некому. Меч вроде нормальный, но давать его некому. Есть уже кровожатый Барда. Вторую пушку. Ну, типа вот это, если потрогать штуку... Она магию восстанавливает. Но только один раз. Он перестанет восстанавливать. Причем восстанавливает как-то вообще мало. Терповское оружие для конца игры. Но он и вначале неплох. Лучше большинства. По крайней мере, лечи Ви. Кстати, да, надо бы этот... Ну, лечение-то всегда можно прокачать. Лечение-то знаешь, стал жубой в костер и качаешь лечение. Такое. Но, конечно, при случае тоже желательно. Нажимать. Нафига? Она мне больше даже, наверное, интересует, как дамагер. Хотя дамагеров у меня, в принципе, это хватает. Можно и качать силу и благочестие, например. Или ловкость и благочестие. В центре города есть храм, зайди туда. Там либо статуя, либо фонтан. Сейчас зайду. Ну, я в центре города. Я в храме. Мне кажется, вот фонтан, о котором ты говоришь, он не совсем так работает. Он исцели от болезни один раз. Вот. Один раз проходил, у меня снял болезни, а после этого фонтан работать перестал. Это машина. Это машина. Это машина. Аджелата. Не сработало. В храм. Внутри храма. Да я разве не внутри храма? Ладно, сейчас... Дойду до храма еще раз посмотрим. Демон бьет в два раза сильнее. Мне кажется, в тот момент будет пушки, которые и так будут просто в два раза больше дамага вливать. Скиллуха-то качается. Качается скиллуха-то. Капа. Рано или поздно замок сдастся. Про фонтан, который напротив Браффита. Да я про этот фонтан и говорю, он работает ровно один раз. Я уже проверял. То есть этот фонтан один раз восстанавливает тебе болезни там и статусы всякие негативные и все. После этого он вообще не активен. Все, я там месяц ждал и ничего не произошло вообще. Если ты про фонтан, который напротив Браффита, то вот все, что он делает, это один раз лечит тебя и все. Крепко заперто. Крепко заперто. В принципе, желтый даже быстрее, чем маленький спамить. Но есть шанс того, что откроют раньше. Чем хотелось бы. Внутри здания, снаружи фонтан. Ты про тот фонтан, который... Фонтан стоит снаружи. Так ты странно объясняешь. Если честно. Сундук Дэвид Джонса. Типа тут спойлеров сразу. Ну типа можно на фонтан поставить телепорт, и телепортом прилетать к фонтану, восстанавливаться. Ты об этом? Чем так важен этот фонтан для тебя? Чем он тебе так ценен? Закрыто. Черт. Докачался все-таки. Смотрите. Вот. Это первая ожерелька, которая устанавливает стамину. Она, конечно, ее немного вегенит, этой самой стамины. Я бы даже, наверное, барду не отдавал. Оба ожерелья я бы отдал, наверное, и отдам инженеру. Причем, ожерелья они расистские. В смысле, дискриминация по половому признаку, а не только на женщины работают. Что странно. Темнота. Темнота. Топовое оружие рандомно. Генерация стамина плюс один. Можно вообще даже на самом деле ВИИ отдать. Поиск-то включи. Зачем? Аксель, ты ж нубас. Если ты предлагаешь мне включить поиск, то ты нубас в этой игре. Фонтан рядом с храмом. Найти храм. Плестница вниз. Ну, я понял, о комфонтане ты говоришь, что разведка не качается. Значит, разведка. Она качается. Качается разведка. Надо город давать, наверное, чтобы его меньше били. Вита, ладно, пусть колотит. Если ты постоянно бегаешь с разведкой включенной, для начала, во время файта у мобов будет первый ход. Потому что будут писать, что тебя застали врасплох, пока ты бегал со включенной разведкой. Что не есть круто. Согласись. Когда не ты начинаешь файт, она тебя нападает каждый раз из-за включенной разведки. Вот. Следопыт он автоматом ищет. Все. Ему не нужно включать время разведки, чтобы он что-то находил. Как ты, возможно, успел заметить. Все бегают без включенной разведки, и при этом у меня все находится. Внезапно. Начинай бои раньше. То есть ты всегда знаешь, где заспавнится пачка мобов. И начинаешь всегда бой заранее. Если не бегаешь нигде по... в карте. Да ладно, сейчас для меня, в принципе, не особенно критично, кто первый файт начнет. Но вообще... Ну ладно, 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 ладно. Спосмотрим, как она качаться начнет. Какая по-большому знаешь, тракту спринтуешь, там особенно не до того, чтобы смотреть. А вот где там кто заспаунился? Опознаем. Ну, про рентген я знаю, но брать я его, конечно, не буду, потому что вроде как у механика должна быть какая-то штука, которая типа рентгена. Блин. Теология. Но все равно теология качается. Все враги на карте видны. И чего там собирается? Штука, которая показывает всех. X-Ray, по-моему, называется. Да что там за зелье такое, что я опознать его не могу? Рентген-сканер поздно получишь. Я не хочу, блин, его покупать. Спел. Это ж такое, забей. Когда ты знаешь, что можно получить на халяву, и не получаешь. На, делись селения болезней. Не только-то. Рентген-механик. Да есть рентген, но я к тому, что из чего он там делается, когда получается. То есть я могу взять спелл, конечно, рентген у мага, но я знаю, что у механика есть аналог этого рентгена. Только у механика он бесплатный, а у мага ты ману тратишь и спелл тратишь. Еще вроде купить-то его нельзя. Или, может быть, день книжка продается с рентгеном. А то я что-то не сильно шарю. Ничего не нашел. Да, а когда было, иначе ты стрелял. Когда было, иначе ты стрелял. Вот про этот фонтан, или вот про тот фонтан, который на входе в город. Ну, в этом фонтане вроде как ничего не происходит. Все заклинания в книжках по карте разбросаны. Прям все-все даже заклинания высших уровней по карте. Ну, я и так понимаю, ты имеешь в виду вот этот вот фонтан. Боже, так как колодец уже просто с Чикагой. Этот фонтан мне скоро будет сниться. Ты, наверное, имеешь в виду вот этот фонтан. Браффита, который. Вот этот фонтан. Ну, еди про него сказал уже пять раз. Вот он ровно один раз работает. Исцеляет болезни. И все, больше ничего не происходит. Он даже ману мне не восстановил. Все. Все, закончится свой фонтан. Все. Вот, все, ничего не происходит. Больше ничего не произойдет. Я один раз могу вылечиться на этом фонтане, и все. Больше он никогда не сработает в этой жизни. Но тратьте его прямо сейчас не хочу. Если ты про этот фонтан. Потом хотя бы болезнь вылечу. Что я сказал вроде про него сразу, когда я пришел к тому Браффиту. Фонтан, 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 фонтан. Фонтан, фонтан, фонтан. Фонтан, блин. Так. Рентген-сканер можно собрать тут в Арнике. Вон, видите, папашки говорят, что можно прямо здесь это собрать его. Из говна и палок, очевидно. Ну, я пойду для начала в тюрьму еще схожу. Это вроде последнее место, куда можно сходить здесь. Черт, открылось. А магия земли тем временем 30. Закрыто. Даже уже 31. Еще вон собирается. Там потом у алхимика вроде зыбучие пески появятся. Рентген и сканер соединить, как неудивительно. Осталось только их найти. И где в Арнике рентген и сканер? Закрыто. Кайф. Бесконечная магия земли. Фея-глинамант. Как вам такое? Ага, Илон Маск. В космопорте. Закрыто. В космопорте есть. Знак Мартана. Это вроде и штука, которая пропустит меня куда-то. Закрыто. В их посольстве. Знать бы еще, где их посольство. Тут не очень много. Да, и можно хоть отправить своего этого мука туда. По третьему заданию таракашек. Ну, короче, собрать там можно варники, но вот далеко не скоро. Я понял. Сомпорт сразу за фонтаном. Давай покажу. Спасибо, Волонов. Я думаю, я найду. Я примерно представляю, где он находится. Там всего, по сути, два места осталось, куда я еще не заходил. Черт. Хулишит. Зачем же так сразу открываться, а покачаться? Никого не хот... Есть. Этот дамаг от Механика. 1-4. Так, конечно, глаз радует. Хорошо. У меня уже двое теперь, кстати, имеют шанс на ваншот. Валькирия и Следопыт. 55 просто. На. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Есть, конечно, верность того, что она сейчас воскреснет, но... Надо феечки уже купить лечение и не париться. Как ты могла зафейлить спелл, который гарантированно зеленый? Как ты можешь просто фейлить лечение гарантированное? Отлично. Гораздо лучше. Гораздо лучше. Гораздо лучше. А, да, ёпт. Пуша, всё забываю, действительно. значит что за говно вот забыл поставить так и парюсь этим но ничего валькири нормально валькири танковать это норма так не нужно скрытность качать значит стрелковой бой и дуалы по-моему до тех хреново качаются нет ближний бой у тебя интеллект восприятия по моему страдают директа 40 так скрытность стрелковая дуал это ловкость сплети по идее быстро качается и так сейчас и отстает давай двойное все-таки ближний бой двойное стрелковый бой спорта кинжал но что не все время может будет бегать с проклятым кинжалом хрен его знает что ты ему еще предлагаешь выкачивать и во первых что он не долго пробегает во вторых может быть я потом просто сменю его кинжалы на какой-нибудь на что-нибудь сменю стилеты они же не проклятые те самого которые десятипроцентный шанс на kill вот и как бы сидящего которая все палит блин безумие знаешь ли это что такое безумие крит скрытность ближний бой кой крит ты шоу поролся какой крит нету вора крита и не было никогда крит он есть у ниндзи у самурая у монаха вора никогда не было крита так паутина ну блин тут что обморожение помню брал миллиард раз пытался хоть на кого-нибудь сказать это обморожение работает там не знаю раз в три хода и то там на одного из группы хотя казалось бы фриз по всем но нет не по всем паутина мне кажется то же самое наверно хрен кого парализуешь а вот зловоние кстати да жуткий запах налетает на противников я раз стремясь попасть в легкие что вызывает приступы тошноты или приводит потери сознания вот это можно взять еще можно все остальное вроде брать не имеет смысла безумия куплю террор куплю шарм куплю вот насчет ока я не помню можно ли его купить хоть нельзя купить радионаде не продается все остальное выглядит нафиг не нужно это все покупается зловоние алхимическое да давай опять же на волшебство вообще сама прокачиваться вместе с землей надо алхимию максить алхимию все нику подгонять надержать меньше теологии феечка вонючка но у нее крылья есть она типа там намахала и вот что потом все они просто получить этот чтение мыслей теология ну да ну да что творство слабо качается нормально качается на самом деле если хилом заниматься направленно чем больше интеллекта и благочестия тем то есть чем выше прокачаешь интеллект благочестия не быстрее прокачиваться день на показатели в 90 интеллекта благочестия она будет там чуть ли не каждый раз при каждом хиле подниматься любовная линия есть ноги я не знаю не знаю может быть и есть а может быть и нет тут как говорится как угадаешь есть два варианта либо она есть либо я нет алмазная рапира тоже хорошая пушка 312 плюс 34 если бы не проклятый меч можно было бы эту рапиру брать так то она крутая мне опять же дать никому если только не качать мечи и соответственно вору классом брони но опять же нужно валькирий давать сжать у тебя класс брони а у тебя там дебаффе сидят висит я думаю что у тебя класс брони пониженный амулет на амулет вроде бесполезен ничего особо не делает сопротивление воде дает не фонтан конечно отлично слава богу рапокс ребят в парфюм это главная любовная линия короче чудотворство прокачается но чуть попозже другой стороны сейчас просто лечение я сейчас куплю книжек феи и там она уже будет лечить и качать чудотворство а там всякие вызовы элементали и вот это вот вся глина короче будет сделано я помню тогда маги воздуха докачал до 80 просто одними щитами а вот этот самый замок да я думал где он где он самый замок представляете как можно прокачаться просто ни на что не намекаю конечно блин можно подзалипнуть даже секас будет о май гид ни на что не намекая я конечно могу открыть этот замок даже можно желтыми спамить там по идее быстрее качается ну так то это не бусто попытка открыть замок если что заперта где то здесь я бус увидел а как еще открыть замок я допустим хочу посмотреть что там как мне это сделать есть предложение на этот счет как мне открыть этот замок я могу пытаться 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 и пытаться пока феечка его не откроет однажды она его откроет это не точно сейчас боцы открыла просто с третьего раза зеленым с полом да ну короче чё надо поделать надо купить феечке все книги там злая охрана прийти его позже ну все равно надо этим когда заняться сомневаюсь я что сомневаюсь я что заперта вообще смогу его открыть хотя вон по три штуки поднимаются мастера магии земли там алхимия с магией земли вроде неплохо работает если не ошибаюсь там загучие пески и что-то еще сплода появится так вот давайте запись стопну надо будет сходить зелью браффета она покупать на снаряжение хотя бы надо будет купить себе этого у энтони копья для бойцов да нужно будет труселя эти купить короче тут можно встрять на час может быть на два чтобы снаряжением разжиться и выезжать дальше левелы повышать тут вряд ли буду потому что мне тут не хватится ничего не надо вот сколько вообще времени прошло кстати 5 часов лоу нормально блин уже час ночи охренеть за атмосферой так вот у нас атмосфера чем ладно стоп так вот все много все уже так вот вот сделал